Добрый день, уважаемые любители шахмат! С вами комментаторы Алексей Широв и Завин Андреасян. Сегодня шестой тур после вчерашнего отдыха. Команды вышли на старт. Прежде чем начать наш эфир, я хотел бы поздравить с днем рождения нашего менеджера турнира чемпионата мира командного и пожелать всех благ, счастья, здоровья и любви. А теперь, я думаю, мы можем начать комментарии наших партий. Думаю, будет, кстати, начать с армянской команды. Наша команда выступает в составе Ливона Аронян, Габриэл Саккисян, Владимир Акапиан и Гранд Милкумян, который позавчера принес важнейшее очко и победу нашей сборной. Сегодня отдыхает у нас Сергей Моффсисян. И, наверное, начнем с партии Ливона Ароняна, который, мне кажется, немного странно, что сборная в Венгрии не вышла со своим лидером, с Петером Лейко, который считается очень таким шахматистом, который может удерживать черный цвет. С дебютной подготовкой очень сильной. Невольно начинаешь думать, может быть, София решила, что надо не лишать Армении последнего шанса. Ну, ладно, начнем сейчас с партии. Значит, Д4, КНФ6, С4, Ж6. Интересно, что в венгерской команде, как я понимаю, на вторую доску посадили не второго по рейтингу шахматиста, а шахматиста, который, как они считали, будет, видимо, самым крепким. То есть их надежда на то, чтобы набирать больше очков на следующих досках. Ну, вот, позавчера Виктор Эрдаш не смог защититься с Сергеем Корякиным, так что... Так, ай, прошу прощения, значит... Да, значит, Араньян пошел на третьем ходу F3. Ну, это известный путь, чтобы избежать защиты Грюнфельда. Да, Эрдаш перешел в сторону индийскую защиту системы Земляши. Значит, C5, D5, E6. Конь C3. Тогда пошпочник, E4. D6. Конь C3. E, D, D. Солн G7. Конь E2. Рокировка. Конь G3. Я ничего не путаю. По-моему, партия Араньян-Динглерен развивалась точно так же. И в этой позиции Динглерен, по-моему, пошел на А6, и на А4 пошел на А5. Да, ну, пока Виктор Эрдаш думает, то, наверное, сказать об этой партии мы можем не так много. Значит, теперь, ну, на остальных досках тоже только что дебют разыгран. Зултан Алмаш, Кабрель Саргысян, там, значит, антиберлин. Акопиан Рапорт. Ну, Рапорт остался верен своему. То есть, если, да, своему стилю выбирать не самые магистральные варианты в дебюте, но я помню, что ход конь D4, он уже делал достаточно серьезных турниров, по-моему, он так уже играл с Максимом Вашьево-Грауом и решал дебютные проблемы. Ну, по поводу, да, мы, к сожалению, эту партию не можем пока поставить на демонстрационную доску, поэтому не можем. На демонстрационную, я думаю. Да, нет, да. В этом тут, потому что у меня уже вопрос к Завиму, по штуку Завим следит за базой данных. Вот пятый ход рапорта Ферсаж 4. Играли так уже или нет? Сейчас. Пока что Завим смотрит базу данных. Я посмотрю, что там. Чаба Балов, Гранд, Мелкумян. Ну, тоже антиберлин. То есть... А нет, 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 прошу прощения. Это уже новые веяния, когда белый ходит в D3 на шестом ходу, избегая таким образом маршал и многих других вариантов испанской партии. То есть, все-таки это что-то вроде не антиберлин, а антимаршала, но структура чем-то похожа. Так, Виктор Эрдыш пока продолжает думать, следовать ли ему о партии Динклерена-Сараняна или нет. Поэтому перейдем на матч Израиль-Украина. Израиль-Украина. Первая доска. Пономарев-Доменкис. Да, пока что я скажу, что после хода Ферзанч-4 было сыграно всего-навсего три партии. Последняя партия Палач-Младен. Я думаю, наверное, самая сильная партия из трех. Трех с Грасс-Мессир с шахматистом Кельк. 2007 год. Парти там продолжалась в Т-3. Может, мы потом, когда мы сможем показать. Да, да. Мишкономарев-Доменкис. Конь Ф3, конь Ф6. С4. С5. Ж3, конь С6. Конь С3. Черный играет Д5. Белый играет Д4. То есть позиция почти симметричная. Но белые уже пошли Ж3. Ну, Е6. Как я понимаю, в приходе Е6 и Д9 черных на ЦД побить именно конем на Д5. Потому что ЕД будет защита Тараша. А, ну, правда, защита Тараша, насколько я помню, в последнее время белый ставит больше проблем в черном, когда конь еще не развит на Ц3. То есть в вариантах с конем на Ц3 черный обычно уравнивает. Ну, мне сейчас кажется, что по стилю Домингеса все-таки на Д5 бить конем. Тем более, это фактически дает... А, ну, да, это решает белых этого варианта без Ж3, Е4, конь С3. Но, правда, в последнее время именно там стало Ж3, Слон Ж2 как-то особенно модно. Судя после победы Гельфан-Надлека. Да, вот это, кстати, интересный момент. Как сейчас Линьера отреагирует. Потому что ЦД Пономарев уже взял. Если я правильно помню, что после конь Д5, да, он все-таки взял конем. Тут, по-моему, теория сейчас доходит до очень глубоких ханшпилей. И, конечно, ну, я о том, гости этих ханшпилей, что я не очень хорошо знаю. Но мы посмотрим потом по базе данных, когда партия будет развиваться дальше. Так, значит, вторая доска Лассару Грузона против Василия Иванчука. Василий Иванчук решил разыграть у него русскую партию. Ну, то есть, дает понять, что черными с первых ходов на выигрыш играть не собирается. Потому что зато теперь Лассару Грузон стоит перед непростым выбором. Потому что в русской партию белых, конечно, очень много возможностей. Но почти все они, если черных хорошо помню теорию, ведут к форсированию ничья. А вот, по-моему, вариант, который обычно белые играют, чтобы завязать все-таки настоящую борьбу, Лассару уже от него отказался. То есть, это обычно на русской партии конь бьет Е5, Д6, конь Ф3, конь бьет Е4. Ну, и фактически сейчас самый боевой ход остается конь Ц3. Конь бьет Ц3, ДЦ. Потому что там все-таки, хоть теория, конечно, сейчас очень развита, но вариантов очень много. И, например, все там, играть черными только по памяти практически невозможно. То есть, здесь все-таки обычно решается так же очень много за доской. Но, честно говоря, ход Д4, мне кажется, таким не очень ампициозным. Потому что, если в современной теории не произошло никаких-то кардинальных изменений, то практически все варианты, которые начинаются вот так, как начали играть бурсон с Иванчуком, заканчиваются именно ничьи. Причем именно форсированы. Поэтому я так, наверное, процентов на 70-80 смогу уже предсказать результаты вот этой партии. Так, и боюсь, что, может быть, нам надо было взять какую-то другую. Ну, ладно, посмотрим. Надеюсь, я ошибся. Возвращаемся к партии Пономарев-Доминкес. Я вот нечаянно посмотрев все онлайн, я вот думаю, мы, если эта партия, вот вы окажетесь правой, и партия не закончится ничьей, есть очень интересная партия. Китайский шахматист Ви Ии против Максима Ротштейна, который просто играет очень сильно в этом турнире. И там, я смотрю, по отебюту получилась очень боевая и очень острая позиция. Хорошо, мы тогда поставим ее. Да, значит, пока что Пономарев-Доминкес, значит, как я и говорил, теория вариантов доходит до очень глубокого эншпиля. Именно этот эншпиль сейчас, по-моему, будет исполнен. То есть, слон Ж2, конь БЦ3, значит, БЦ, СД, конь БЦ4, конь БЦ4, ферзь БЦ4, ферзь БЦ4, СД. И мне кажется, я видел очень много партий со СМОБЦ4 шаг, где черные даже слонов меняли. А вот ход слон Д6, мне, ну так, наверное, меньше знаком. Вот Доминкес пошел с фон Д6, много ли партий на эту тему? Ну, так сходу видно, что... Пока что кажется, что партии в основном... А нет, это... Нет, ну сейчас уже новые пойдут. Да-да-да-да. Но интересно, что Рубинштейн играл против Тартаковера еще в далеком 929 году. Но это, кстати, на самом деле очень интересный момент в выборе Доминкеса дебюта, потому что ясно, что играя черными, он пока что не стремится к победе. Но в то же самое время многие шахматисты, ну, пытались сделать что-то вроде сфорсированной ничьей, чьей в ходом СМОБЦ4 шаг. И похоже, что приходится признать, что в достижении этой форсированной ничьей очень большие проблемы. То есть у белых реально очень хороший шанс на выигрыш именно в этом мэншпиле. То есть, смотря результаты, можно сказать, что против 9 побед белых, у черных всего одна победа. И, наверное, при... Да, при определенной разнице в квазе соперников. То есть, и на слон Д6, я смотрю, что так легко играл с Роджабовым. То есть, Леко вообще немножко не везет в этом дебюте, похоже. Леко, Гимиш, я думаю, такой вариант венгерский, да, можно дожать? Но дело в том, что Леко же играл в СМОБЦ4 шаг с Гельханом, по-моему, и тоже, мне кажется, проиграл. Поэтому даже такой, в общем-то, ну, известный защитник, как Леко, который практически любую чуть худшую позицию всегда спасает, он все-таки, получается, именно в этом дебюте испытывает определенные трудности. Так, ну давай посмотрим, что после слона Д6, что белые должны играть, и более Пановарев пока думает. Ну, может быть, посмотрим партию пока что именно Роджаба Флека, то есть Блиц там. А, там было, там, это Блиц-партия, да, понятно. Если я не ошибаюсь, да, Блиц-партия. То есть, Блиц много? Можно еще какие-то... Крамник выиграл в 95-м году у Жоэля Лотте относительно, ну так, 2011-го года партия Буксианджи против Эдуарда Румейна, на которую не смотрят, и вот еще партия, хотя тоже в быстрые шахматы. Ну, в любом случае, идея хода слон Д6 уже из этих партий понятна. Черные хотят как можно быстрее пойти ладья Б8 и развить слона, или на Д7, или в зависимости от позиции, может быть, через Б5 на БС. Ну, это уже в зависимости от того, что будут играть белые. Но, интересно, что обычно, когда развивается слон, то следующий ход, ну, как-то автоматом считается рокировка. А здесь именно идея, чтобы следующий ход был ладья Б8. Ну, вот сейчас, значит, Пономарев должен найти, как этому помешать. Так, ну, возвращаюсь коротко к партии Бурсон Иванчук. Ну, пока что, по-моему, ничего особо нового. То есть, Бурсон сделал ход конь Ц3, мне кажется. Да, да. Да, да, да. А, ну, обычно, нет, мы все-таки, нет, непонятно, что так играет, но все же, как бы, такой самый стандартный вариант, это белый играет рокировку, и на Смол Д6 будет конь Ц3. Ну, там, конечно, уже все исследовано. Там, кажется, уже четко и не тщательно, если я не ошибаюсь. Ну, да, да, то есть там только чисто вопрос памяти человеческой, потому что там, если черные все, ну, основные варианты держат в голове, то уже никаких проблем создать невозможно. А ход конь Ц6, да, он все-таки, конь Ц3 сразу, конечно, более редкий. Ну, даже если взять и пойти слон Д6, в чем будет? Ну, по-моему, тут такие ферзаж 5. Да, да, ферзаж 5 связан. Не пускать рокировку Е5. Ну, да. И тут же получается, что черный, по-моему, как-то дают шаг, потом защищают пешку Д5, ну, и все-таки какая-то такая интересная игра начинается. Най-аут. Да, конь. Сейчас я, если честно сказать, не могу даже так сходу вспомнить, какая реакция здесь считается самой правильной. Вообще, даже само положение слона на Д6, ну, не во всех позициях, как бы, ну, на руку черным. Так, ну, ладно. В любом случае, вот уже Василий Иванчук сделал ход ферзи 7, причем, что интересно, он сделал его очень быстро. Ну, как часто встречалась эта позиция? Я думаю, что... Я думаю, единственная партия, ну, то есть, Нихуа против Сандипана, Фудейри в Арабских Эмиратах. То есть, это что-то уникальное. В русской партии на восьмом ходу возникла позиция, по которой только две партии, да, в базе дара. Но теперь я понимаю, почему Василий Иванчук сделал так быстро этот ход. Он, наверное, очень не хотел каких-то заезженных магистральных вариантов. То есть, он все-таки показал, что, чтобы это ни было, он хочет игру за доской. Ну, в общем-то, это играть теперь будет уже без сомнений. Да, да. Можно просто сказать, как партия продолжалась. Ферзи 7, шах, слой Е3. Да. Ж6, ферзь Ф3, слой С6, короткая рокировка, слой Ж7. Ну, еще надо было. Да, ферзь Ж3, короткая рокировка, я думаю. И постепенно даже черный сумели... Хотя, мне кажется, там позиция объективной была равная. Я помню, я даже играл этот турнир. Просто Санды Пан в этом турнире играл очень сильно, очень хорошо. И поэтому смог, наверное, просто за счет... Ну, хороший. Обычно в таких позициях что получается? У белых может быть небольшое преимущество в пространстве. Казалось бы, они даже контролируют какие-то важные пункты. Ну, вот эта пешечная структура С23, она ни в какой момент не дает белому реальных возможностей как-то развить инициативу. А иногда эта слабость приводит к тому, что белые просто, ну, перегибают палку. И именно с этой слабостью остаются. И уже без какой-либо за нее компенсации. У меня самого так бывало очень часто. Я вроде вот играл против Русского, вот эту структуру с коньером С3 пешки, С2, С3. Я помню, с угаром Гошимовым я так тоже играл. Он вроде кажется, у меня активная фигура. То есть какая-то инициатива. Я ему там какие-то угрозы создаю. Он вроде должен их отражать. А потом несколько ходов проходит. Понимаешь, что угроз ты будешь создать не можешь, а эти слабости остались. Да, поэтому... Я понял после этого, что надо играть очень осторожно. Кстати, Василий Иванчук... Ну, я думаю, можно сделать вывод, что партия Никуа против Сэндипана ему хорошо известна. Потому что, когда Глассер Грузовым пошел с коньер-3, Василий так же быстро сыграл G6. То есть практически без обдруга. Так, значит, да, возвращаемся к Пономарю Домингес. Значит, после хода слон Д6, Руслан Пономарев пошел А2-А4. То есть, означает ли это, что на ладья Б8 он хочет двинуть пешку еще дальше в каких-то случаях? Или он хочет просто пойти слон на 3 и разменять слон? И, наверное, где-то опять... Ну, да. Вот, я говорю, или он будет опять, или он... Может быть, его идея как раз получить похожую структуру, как после слон Б4 и слон Д2. Но тогда, наверное, у черного будет какой-то лишний темп, основные стильные варианты. И уж, наверное, на этого темпа хватит. Нет, я думаю, что слон А3 не является где и Руслана. Я думаю, он хочет что-то другого. Вот сам Чемпион Мира Александра Алёта Митлова. Хода 4, правда, неудачно, но... Ладья Б8 пошел слон А3. Да, и после король Е7... Я думаю, у черных... Да. А вот интересно, это был... Это партия из матча на Первенство Мира или с какого-то другого? Да, мастер Крепишин. Но матч еще тут. Да. Да, потому что я... Третьи, я думаю, все-таки из матча, да? Из матча на Первенство Мира до седьмого года, да? Да, Ладья Б8, Домингес уже пошел. Ну, честно говоря... Я не знаю, по-чему, что... Да, да, уже... А нет, нет, прошу прощения. Нет, я... Пока думает. Это у нас-то и тот ход Ладья Б8, потому что... Да, мы его поставили автоматом, потому что вроде бы в этом была идея ухода слон А3. Оказывается, известно еще со времен Мача Лев и Мейвы. Иногда бывает полезно изучать классику Шахмад. Да. Ну, пока я говорил, все-таки Домингес этот ход сделал. Это было бы странно. Он сделал какой-то другой ход. Да. Ладно, ну, в двух словах. Значит, насколько важен сейчас матч Украина-Куба? Я так понимаю, что Украина лидирует, а Куба из-за поражения в предыдущем туре... Украина и Китай по 8 очков, Израиль и Куба по 7. По 7, да. То есть, Куба остается на очко от Украины. То есть, получается, что если Куба хочет бороться за главные места, им желательно матч выиграть. Ну, в крайней случае они не сохраняют шансы на медали, поэтому, ну, учитывая, что Куба все-таки так высоко еще никогда, то есть, не... так сказать, не прыгал, ну, что если не стояло в командах соревнованиях, то я думаю, что ничья в матче их может устроить. Но в то же самое время так ли она может устроить Украину, потому что кроме Украины 8 очков, значит, имеет еще Китай. Китай, да. Китай играет, получается, тоже с Израилем, который тоже отстает на очко. То есть, получается, Украина, если она не выигрывает матч, она никак не может быть единоличным едином. Поэтому ясно, что, несмотря на то, что вроде бы Украина Кубу опережает, но, скорее, Украине победа в этом матче даже важнее, чем в Кубе. Да, значит, Пономарев пошел опять. Ну, получается, да, здесь я, как бы, его намерение немножко угадал, но сказать, ну, да, в общем-то, ходом в Б6 он в какой-то степени все-таки воспрепятствовал. Потому что, если черная поеда в Б6, у них останется изолированная пешка, у белых будет открытая линия А. Мне кажется, сейчас Домингесу стоит развиваться уже в каком-то другом ключе. То есть, ну, короля на Е7, слон на Д7, другую ладью вести на С8. И, а у белых могут быть идеи тогда Е4, Ф4 как-то убрать слона с поля Д6. Где я сейчас подумал, вот для того, чтобы не было этого плана с Е4, Ф4, нет ли у черных какого смешного хода Ф7, Ф5? А тогда, может, слон Ф4 я смогу просто разменять в черном поле, или... Да, но ведь черные быстро слони Д7 пойдут после размена, король Е7, ладья С8, белый, правда, тоже поменяются с ладьями. Король Д2, Е3, какого? Да-да, черные не успеют получить то, что они хотят. Потому что, как бы, задача черных будет, наверное, разменять обе пары ладей, но они так просто это не сделают. Для того, чтобы разменять обе пары ладей, надо их звоить, парень ЕС. Первым надо сдвоить. Ну, в общем, безусловно, план Пономалёва интересный, и интересный в том плане, что, ну да, что теперь, вроде бы, логичный ход король Е7 может лишить слона важных полей. То есть белый сыграет слон Д2. Ну, да. А вот интересно, а если сейчас перейти на... Слом Б4, да. Слом Б4, да, вот я сейчас подумал. Слом Д2, да, надо король Д2, и вот начать развиваться, типа король Е7. А, нет, тоже ладья Б1, да, да. А или АВ1 может? Нет, слон Б4 шаг точно не сейчас, да. Наверное, надо дождаться хода Е4. Значит, я всё-таки предлагаю сделать какой-то защитительный, ну, обычный развивающий ход, может быть. Слон Д7, да? Да. Слом Д7, я могу даже подумать о ладья Б1, да? Ладья Б1 тогда Б5, АВ, АВ, я думаю, что всё-таки уже ладья А7 есть, да? Да, согласен. Слон Д7 я, может, даже могу как-то... На Е4 я, может быть, слона на Б5 пока что поставил. Может, слон А3, а король Д2 как-то будет. Ну, слон А3 тоже... На Е7, да? Переходим к партии. К партии Алёхи Нейла, да. Да, слон Д7. Мне, в принципе, сейчас кажется, что слон Д7 самый логичный, потому что определять короля, может быть, ещё немножко рановато. Он же может уйти и бракировку, и королей на Е7, то же самое время слон уже через Б7 вряд ли в этой партии выйдет, потому что белый распрепятствует до ходу Б6. Так что... Так, ладно, я думаю, что нам надо всё-таки перейти тоже на матч Израиль-Китай. В этом матче очень... Должно быть, тоже много интересных партий. Так, и... Болист Нельфанд с Дингуэллираном. Да, интересно, разыграно страна индийская защита. Пока что я буду уводить входы. Потом... Говорит пару слов, значит, С4. Китайский шахматист регулярно играет... Старо-Анзийский... Вот сюда, да. Даже 6. Конь Ц3, слон Ж7. Е4. Д6. Конь Ф3. Рокировка. Слон Е2. Е5. Слон Е3. Вообще, Борис Гельфанд верен именно этому плану против страны индийской защиты. В котором он на самом деле сыграл, наверное, не одну сотню партий. Учитывая, что он играл в своё время очень много черными. Ну, и белыми тоже. Я помню, что на Олимпиаде в 2000 году я разыграл с Гельфандом страны индийскую защиту. Тоже черными. И он. И тогда Борис тоже, по-моему, пошёл именно слон Е3. И получается, что... Ну да, и на Конь А6 сделал рокировку. Ну вот, мне тут почему-то, мне кажется, что тогда Гельфанд со мной играл Д5 на Конь А6. Интересно, почему сейчас он перешёл на рокировку? Наверное, за это время теория сильно изменилась. То есть, ту партию мне, кстати, спасти не удалось. То есть, она закончилась уверенно по первой Бориса. Но и впоследствии, через месяц уже на чемпионате мира в Нью-Деле, я уже играл с Борисом другое дебют черными и более успешно. Значит, это Нечконе А6. Да, вот это, конечно... Я чувствую, что есть дебюты, в которых я реально отстал от жизни. Потому что... Вот как я теперь объясню, почему Гельфанд именно переходит на короткую рокировку и не играет Д5. Когда вроде бы в своё время этот ход был чуть ли не основным. Вот вы тоже играли Д5. Да, ну правда, в каких-то рапидах, да. То есть... Ну, основную, то есть и... Больше играли короткую рокировку. Да, да, да. Значит, рокировка. Значит, Борис сделал рокировку. Да, и... С6. Тоже ходит вроде основной. Да, хотя здесь вроде бы и ферзь Е8, и конь Ж4. Из ходов очень много, да. Да, Гарри Гаспаров играл в основном. А, ИЦ, да, вот. И рокировку, и конь Ж4. То есть, и С6, и конь Ж4. Да. С6, я смотрю, что в 90-м году это было названо новинкой. Ну, да. Так, значит, Владея Е1, Владея Е8 было в партии. И теперь, наконец-то, Борис пошёл в Д5. Да, столько, конечно, в страны диска защите тонкости, что... Если не отслеживаешь, очень трудно даже, ну, что-то сказать. То есть, в Д5 вроде бы ход такой классический, но в чём именно идея сыграть? Так, после Владея Е1, Владея Е8. Почему, например, не Д5 на девятом ходу? Ну, попробуем через какое-то время понять, в чём разница. Ну, вообще, можно... Что-то, в принципе, можно сказать. Чтобы... Чтобы игрок с И5, наверное. Ну, да. Владея Е8 вроде бы уже меньше поддерживает пешку. Так, ну, ладно, значит, то есть, возможно... Возможный ход F5, действительно. Значит, Д5, конь G4, вот с Лоса 1. Владея Е1 ход применялось очень много. Дважды играл Панамарёв, играл так Аннет, Войташек. Но, кажется, ход Ладея Е8, насколько я понимаю, должен быть либо новинкой, либо всего-навсего одна партия. Да. Хотя ход очень логичный. Чёрные, в принципе, грозят взять на Д4. И пешку на Е4. Да, да. То есть, и белым фактически надо определяться. Вот очень интересная партия Глейзерова против Дамляновича. Ну, Дамлянович тоже, насколько я знаю, он всю жизнь играл в Старо-Анзийскую. И там ДЕ, чёрные сыграли конь G4. Вот, наверное, идея хода. Потому что ДЕ, тогда Ферзь Д8 и конь Е5. Конь Е5, да, возможно. Да. Ну, да, да. Потому что КВ1 на Е1 в каких-то вариантах она может пригодиться. Потом Смож G5. Допустим, ДЕ, ДЕ, Ферзь Д8, конь Е5. Конь Е4, конь Е4, слон Е5. И слон Е5. Да, ну, всё-таки ладья на месте, по крайней мере. То есть, то, что она на Е1, это точно небольшая деталь в пользу белых. Но ещё, может, были там прыжки с конём на конь Е4. Может, там конь Е6, конь Е7, я не знаю, может. А, вот в этом-то и дело, что теперь нет конь С3. И слон на Е2 защищен. И на слон Ж4 в конце есть ход ладья Д2, а, или даже С3 может. Да, да. То есть... Да, это может быть точнее. То есть, король Е7, кое Е4, слон Б2, ладья АВ1. И там... Да. Значит, Борис играл Д5. Конь Ж4, слон ушёл на С1. Вообще, конечно, ну да, кажется не совсем логично, что слон уходит назад. Но, конечно, в какой-то момент у конь Чёрных тоже пройдёт назад. Причём, что интересно, что Чёрный мог, вроде бы, вызвать даже ход ладьёй назад. Ферзь Б6 пойти, заставил Патя Ладеев по 1. Но в данном случае, что ладья на Е8, что Ферзь на Б6 расположен неудачно. А если сыграть АВ3 нельзя, да? Чёрный скорее потеряет тем. Я, наверное, Ферзь Б6, если я... Да, Крико, нефть Ладеев. Ну да, да. Но... Да, Крико, нефть Б6... Ничего не делают. То есть, случается Чёрный мог, пока никаких игральных угроз создать, а скоро Коль должен будет пойти назад тоже. Е4, почему Ж4? Потому что, наверное... У нас он же в 5 тоже конь Ж4. Да, конь Ж4. Да, конь Ж4. Сиди Колье Е4 тоже осталось. Да, конь Ж5. Значит, в партии тоже белые сыграли. И... Конь Ф6. Конь Ф6. Как это... А, и здесь Борис сделал ход С5. Так... Я думаю, здесь первые деньги только-только начал задумываться, потому что до этого я видел, у него было час-тридцать два. Да, 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 сейчас он час-двадцать семь. То есть... А в то же самое время Борис, ну, какое-то время потратил. То есть, может быть, он вспоминал, а может быть, и уже за доской так решился. Ну, правда, обычно все-таки на такой ответственный ход, когда С5 делаешь, его можно сделать без подготовки? Ну, тогда, мне кажется, тратишь немножко больше времени. Так что, скорее всего, эта позиция еще пока Борису известна. Он просто, возможно, выбирал между разными возможностями. Мне кажется, будет очень интересная борьба здесь. Да, по-моему, в конце 5, конечно. Ну, мы даже имеем право знаки поставить. Я сразу поставлю знак, что ход заслуживающего внимания, чтобы как-то отметить. Потому что все-таки прорыв, он, ну, вроде бы, и типичный встроенный диск, но не в этой позиции, где что-то могут взять каньон или пешкой. Ладно, мы все-таки гроссмейстеры, мы можем понять смысл этого, а вот как это объяснить. Ну, главным образом, для того, чтобы у слона была клетка С4, и создать угрозы королю. И по вертикали А2Ж8. Да. По диагонали. По диагонали здесь. Херст Б3 где-то еще будет, и Б4, мне кажется, вот здесь. Ну, да, ну, это нужно будет за первым, я только что этого хотел сказать, что после ДЦ, БЦ, С4, черный успевает пойти, Д5, то сразу белый диагональ никак не могут использовать. Да, Б4, естественно, наверное, надо играть, но... И мне кажется, здесь конь ЦЕ7 может быть очень интересно. Хотя ДЦ, да? Ну, тогда я может... Да, я же возьму... А конь Е4, я думаю, конь ЦЕ4 и слон ЦЕ4. Ага. Понятно. Но зато, по крайней мере, я меняю этого коня на G5 такого активного. Ну, то есть, поменял двух коней, но, правда, после С4, ну, да, пошел. Пошел пока что король А8. Здесь, по-моему, у Чёрных не так плохо, не знаю, Владея Е4, я пойду, словно, Х5. А может Ферзе А5 здесь? А, здесь Ферзе А5. И развития нет, да? Ну, главное, что С4, Владея Е4, Владе А4 грозит уже, да? И очень важно, что в ходах Ферзе А6 нету, Владея висит. Ну, пока что я пойду Владею А8. А если я еще слон Ж5? Ну, пока что Ферзе А8. Немного, наверное, чёрных особых проблем не должно быть, да? Ну, да, вы так все-таки. Получается, что Белор должен кто-то пытаться нам отыграть. А хотя, может, я попробую, да, вот, взять и взять, взять и пойти Владе А1. Использовать еще. То есть, я так понял, что на слон Ж4 возможно Ж2, а возможно Владе А2 просто. Да. Я еще думал, на слон Ж4 может слой Е2, хотя... Сейчас чувствуется проблема с пешкой Д6. Да, значит, ход Б4, видимо, достаточно сильный, потому что альтернативы, наверное, ходу Б4 особенно нет. Потому что слон Е3 как-то выглядит очень медленно. Да, там за это время наверняка чёрный что-то успеет придумать. Да, ну, зато сама позиция после конь БЦ5, Б4, видимо, чёрным не нравится, поэтому Дин Глеберн сейчас думает. Но если у него альтернатива, потому что если ДЦ, могут взять тоже ДЦ. Ферзь БЦ1 почти что единственный ход на может оставлять. Ферзей здесь, по-моему, совсем опасно. БЦ4, а, и там через Б3 даже просто. Но здесь лежать, что слон С4 нету, слой Е6. Ну, как уход, а, ну да, ход есть. Нет, кстати, а, конечно же, на Е1 висит Владя. Да, да, да. Ну, да, ну ладно, Владяй бьёт Д1, чёрный всё равно обязан бить БЦ. У них вообще нет никаких других вариантов. Солн С4, Шар, Король Е8. Это такое, что здесь что-то очень близко. Уже слоны всем, наверное, белые выиграли качество. Да, как минимум. Так, тогда, да, похоже, что, интересно, тогда почему, а, вот, ходу же. А, пошёл АС6, да, 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 ну это тоже стандартная реакция. Мы буквально, я хотел понять, какие чёрных ещё возможности, и тут именно Йодинг Леран продемонстрировал. То есть, он пошёл АС6. Ну, да, мы просто думали, начало разобраться, взять, и потом... Ну, после конь-то С5, В4, значит, видимо, оценка соперников совпала с нашей, что... Так, что теперь, значит, пока Гельфон думает, хочется что-нибудь пожертвовать, какую-нибудь фигуру там, или... Начать со слона А6, да, наверное, БАИ на С6, на Д6, как-то... Ну, так я, может быть, ну, да, можно так, наверное... Потому что АС6, тогда С4, да, может, да, просто... Ну, я могу на АС6 тоже взять ДЦ, наверное, да, то есть то же самое ДЦ. Да, чё, ну, наверное, придётся брать коня, потому что... А если Д5? А здесь исход Д5, С7, Ферз, Д7, да, ничего не случилось. Вот я почему на самом деле хотел... Да, да, вот, что бы и в другом порядке... В другом порядке хотел всё-таки взять ДЦ сначала, и на Ж, потому что здесь уже... Ну, Д5 уже, наверное, на чёрные, я думаю, точно не пойду. Ну, да, там, ну, конечно, пойти могут, но... Там ЦБ и, как минимум, даже Ц6, да. Да, Ц6... Нет, ты, может, и Ц6, да? Нет, Ц6, всё правильно, именно так, да. ЦБ, С7, Ц6, то есть, если слон ДЦ6 у белых лишняя пешка, ну, я думаю, что компенсации не будет достаточно. Ну, а слон Ц8... Просто гонит Ф3. Да, Ф3, да, Ф3. А, ну, даже можно. Ну, так. Нет, может, Ф3, чтобы Т4, слон Ц4, там ещё на Е5 прислать. Да, ну, здесь здоровая лишняя пешка будет. Ну, конечно, чёрных центр, но выглядит, что тапециаций недостаточно. Так, значит, ДЦ, а пока не сыгранно. Это пока что только моё предложение. Насмотрим главное тогда. Ж... Слон бьёт А6... БА, С, Д. Я думаю, Гельфорд всё-таки какую-то жертву... Ну, он её обдумывает... То есть... Я думаю, что... Ну, просто, да... Не обдумывать здесь точно нельзя. Но, может быть, у Гелых есть и другие возможности. Но здесь, по-моему, Фигура... Ну, так просто не отыгрывается. Искусством Е6, но тогда Слон... Слон Ж5 ещё на ладе Е5 уже... К нам подошёл Самбадо Путян, мы его приветствуем ещё раз. Ну, то есть... После жертвы фигуры... То есть, по крайней мере, Самбад одобрил идею сейчас пожертвовать фигуру за Гельфонда, ДЦ. Ну... А, кстати, а можно ли вообще избежать же фигуру пойти? На ЖЖ просто забрать фигуру назад... Нет, СНП, СНП7, ФЕРЗБ3... Ну, тут, груди, есть какой-то ход Д5... ФерзБ3, СНП7, конь БЦ5... Учёных довольно сильный и цел... Наверное, не такая плохая позиция. Да... Да, наверное, так не стоит. Слон БТА6 выглядит сильнее. На ДЦ ещё, может, конь С5, но... Наверное, там СНП4 шахта тоже... Ну, так, конь БЦ5, СНП4... Угу. И конь ФСН на королевку. Угу. 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 Может, перейдем на другие матчи пока Гельфонд? Пока Гельфонд обдумывает жертву фигуры. У нас ещё осталась партия первая доска. Матчи Индия-Россия. Харик Кришну-Грищук. Ну, в данном случае российская сборная, она... Находится в такой же ситуации, как и армянская. То есть, в пятом туре удалось одержать победу, но... До этого очков было совсем мало. Поэтому здесь... Сегодня, конечно, для России выиграть у Индии очень важно. Так. Сейчас, значит, в партиях Рикришна-Грищук... Конь Ф3... Конь Ф3... С... С... С5... С4... Такое ощущение, что чуть ли не каждая вторая партия сейчас на высоком уровне начинается именно этими ходами. Конь С6... Д4... С... С... Черным сделать ход? Е6, наверное. Да, да, да. Не, не, прошу прощения, белый пошли. А... Д4... С... Д, конь БТ4... Е6... Конь С3... Конь С3... Конь С3... А... Ну, да, конь С3... Ну, да, конь С3... С3... Ф3... Ф6... Вот... Конь Б5... Конь Е5... В партии Шенкланд-Леке не так же развивалась? Да, да. Там это теоретическое ничи, которое... В принципе... Уже... Мне кажется, и... Люди, которые играют этот вариант, уже для них... Знакомые. Ну, да. Ну, в данном случае, зная Пенталу Харикришну... Я не думаю, что он имеет в виду именно повторение теоретической ничи. Он пошел слон Ж2. По-моему, слон Ж2 это уже... Теоретический ничь каким-то другим кодом начинается, кажется. То есть он уже... Там, кажется, Ферз А4, Конь Е4 и... Ну, мы сейчас можем быстро проверить в базе Танита. Да. Значит... Значит... Да. Слон Ж2, А6, Ферз А4. Да. Тут нужно базу данных. Да. Вот я помню, что очень важная партия... Я потому что немного анализировал вот эту позицию. Не помню, что очень важная партия Крамников против Гельфанда. У нас слон Ж2. Гельфанда играл А6. Конь А4. Нитфер на Д1. Еще стоит. Вот А6, Конь А4. Ну, то есть вместо Ферза А4, который сделал сейчас Пенталла Харикниша... Потому что вот я помню, что здесь точно... То есть при четком анализе там просто идет на ничью. На вечный шаг. Ферз А5, шаг, Конь БЦ3, Конь С4, Б3, Конь Б6, Конь Б6, Ферз Б6, ракировка, слой Е7, Конь А4, Ферз Д8, слой Е3, Д5. Слон Б6, Ферз Д6, Глазия С1. И постепенно, Гельфанда, как кажется, вышел слон Д7. А внутренний форсированный ничья? Форсированный ничья там по-другому. Я немножко смотрел. Там вот был очень интересный ход на Б3. Если я не ошибаюсь, память мне не изменяет, Конь А3 очень секрет. Компьютерный ход. Правда, компьютерный ход. С головоломными осложнениями, но... Ну, в любой случай к парте это не имеет отношения. Можно только сделать примерный вывод, что есть какие-то длинные варианты, которые заканчиваются в ничью. Крещук, естественно, знает. Ну, давай проверим, что сейчас на Б3 по ходу Ферза 4. Да, 2 за 4. Крещук, серьезно задумался. Нет, я уже сразу нашел партию Крамника против Ананда. Да. Но я думаю, сейчас информация будет намного больше. У меня такой вот, да. А ты, если смотрю, что партии очень много, очень много, да. Но, наверное, нам надо все-таки глянуть самые последние партии. Да, да. Потому что все-таки Крамник Анан в партии 94-го года, там, конечно, человеческий мозг работал тогда лучше, чем сейчас, но мне кажется, очень много важных вариантов все же должны быть здесь проанализированы именно с компьютером. Поэтому более современным партиям хочется довериться больше. В этом году вышла партия Семанцева, украинского шахматиста. С Сиренбургом. Партия продолжалась. Ферза 4, Ладья Б8. Слон Е3, Слон С5. Слон С5, Ферз С5, Конь А3. Я думаю, черный ослуг проблем не испытывается. Значит, Ладья Б8. А что за партия Гомес? Храчук? А, тут сразу Слон А3, да. Угу. То есть, получается, мы сейчас, пока Грещук думает, то мы находим партии, где черные отличили Ладья Б8, и белые вынуждены были Конем идти на Атли. Или сначала возменять Слон А3. Ну, мне кажется, в более принципиальном все-таки Конь А3 пожертвовать. Ну, во всяком случае, в партии черные взяли пешку пожертвованию. Слон А3, Ферз А3, Конь С4, как было в партии Гомеса с Градчиком. Угу. У меня неизвестно. У Б8. Тогда Ферз А4 можно обаять С4, да. И можно обаять С4. Ну, так вылипло. У Б8. 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 Значит, мы смотрим сейчас ход Л до, К, которая کر сек дело пока не сделало. Но его делали другие шахматисты игровшие черными. Вот К, С. Сергей Оренбург. Вот слон Е3 это как бы другая альтернатива. Слон С5, слон БЦ5, Фергио С5. Не, ну Б4 ухода пока нет из-за АБ, по-моему. А или нет, не так все просто. Конь Б5, мне кажется, Ферзь Е7. А, Ферзь Е7, Дедов, Ферзь А7, Ходь С6. Нет, Ферзь Б4 шаг. Ну, король Э1. Ну, и там, наверное, черный сделают даже рокировку на Ферзь Б8, Слон С4, там очень много угрозок будет, да. Да, нет, здесь жертва точно не прошла. Ну, С5, не знаю, я тоже, наверное, рокировку сделаю. Ферзь А7, Ходь С6, может быть. Да, я думаю, что в этой позиции. Черный Глуб получше стоит, Слон С6, Дед С7. Ферзь Б8, СРБ. Слон С7, Слон С6, у белых, ну, нет никакой активной игры пешка, там, по-моему. Ну, в смысле, не сразу, конечно, Слон С7, но... Ну, там сейчас не стоять. Мне кажется, что объективно здесь все-таки развить ученых хорошее. Да, интересно, что вроде бы такой естественный ход. Ладья Б8, но Грючук пока продолжает думать. Потому что еще была партия, которую сыграл Аманд, он ЕЖ4 сразу пошел. Возможно, что... Ну, старая партия. Да, но и потом Ладья Б8. Возможно, тогда как раз была блестящая жертва фигуры. То есть, Крамли, Крамли, Крананты, 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 и рокировка Ладья Б8. И здесь очень сильная жертва фигуры Б4. А Б Кунь бьет Б5. То есть, это была бы 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 быстрая партия Крамли, Крананты, с турниром Монако. Но все равно... Факт остается фактом, что черные не закончили развитие. Но именно, что если ходить Грючук по 8 сразу, то этой идеи уже нет. Потому что на Б4... Ну, пешка на С4 висит. И это вот более чем достаточно. Так что... Да, интересно, почему сейчас такие размышления. Может быть, посмотрим, будет в С1. Е3, С1, 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 С1. Кони А3. Почему-то мне кажется, здесь... Нормально. Ну, в квартире были, даже были все за 3. Сейчас за 3. Кони А3. Но Энчик, мне кажется, после хода ЖР, который сделал Алексей, мне кажется, более чем приемлемый у тебя черный. То есть, ферзь А3. Ферзь А3. Ферзь А3. Ферзь А3. Ферзь А3. Конь А3 и Ж5. Да, здесь Ж5. Чтобы удержать коня на И5. Ход очень интересный. Потому что... Ну да, если белые пойдут Ф4, то черно будет какая-то фигурная играемая на королевском фланге. Даже несмотря на отсутствие ферзя, она может быть довольно сильной. Поэтому... Насчет партии Алексеева, а если значит Кони А3, то... Ну... Да, короткая рокировка. Черные сыграли короткой, белые тоже ответили короткой рокировкой и Д6. Ферзь А3. Да, и после Д6, Б4... Ферзь А3. Да, белые сыграли король рокировку. Д6, Б4, Ферзь А3. По-моему, у черных совершенно нормальное развитие, а конь все-таки у белых на А3 не очень. Боял бы конь на Е3, может быть. А может быть белые могли пытаться вместо короткой рокировки пойти по 4. Тогда на Ферзь Д4 есть вход, да? А если Ферзь С7? А ну да, Ц5, Б6, это белый ничего не успел. Да, да. Да, да. Даже если... Да, ну вот интересно, почему... Вроде бы Ладья Б8 такой ход, ну, достаточно... Уже встречался, достаточно известный, естественный, достаточно сильный. А время-то будет, Крищуку еще пригодилось, а вот он уже, похоже, 40 минут будет в этом дебюте. То есть, зачем так много? Так, ну... Говоря о матче Россия-Индия. У Карякина с Ситуроманом сложная испанка. Такая еще классическая в стиле Чегоринского варианта. Ну, как бы... Мне всегда эти позиции нравились больше за белых, и Карякина, судя по всему, тоже. Но это не значит, что так все просто. У черных, это более бассивная, но очень крепкая позиция. Да, но черных все-таки есть контраграф в основном ферзен фланги. Поэтому, если белые там не поставят какой-нибудь именно мат на королевском, то тогда очень все будет в порядке. Но в том-то и дело, что план это атакующий у белых уже есть. То есть, уже сейчас Карякин может пойти. Ферзь Д2, а Ферзь Д2 – это Ферзь Д3, как-то хитро. А можно ли? Если взял и взял на Е5-то. А, да-да, точно. Значит, Ферзь Д2, Карякин может пойти уже где-то в угрозах у них пять. Ну, такая все-таки довольно серьезная позиционная гроза. Ну, я не знаю. Мне всегда нравилось, когда вот белые вот в этой позиции играют Д5, закрывают. И после, чтобы не было всегда входа ЦД и там. Потому что Ферзь Д2, я думаю, все-таки они могут два раза все это подвесить на Д4. Хотя здесь, наверное, вряд ли, но… Здесь смертно, да, потому что Ферзь Д4 подвесил. Но все это может Б4 как-то. Ну, Б4 я могу в этот момент побить ДЕ и пойти как-нибудь конь в пять уже. Какие-то уже… Мне приходится уже слона отдавать, что не особо хочется. Вот тоже, как конь в четыре, конь в четыре. Да. Значит, так, Шакеран Томашевский. Ну, в принципе, разыгран только дебют. Дебют Рэти. Да, ну, так… Как бы, на доске еще не разменена ни одна пешка. И… И, в общем-то, что самое интересное, что оба соперника играют позицию, которые… Ну, тип позиции, которые они очень любят, как мне кажется. То есть… Такой… Длинный… Длинный такой стратегический, даже, можно сказать, какой-то с ими вязкой борьбы. Это… Можно найти… Да, да. И у того, и у другого можно найти множество блестящих парт, именно в таком стиле. Поэтому… Здесь… Где-то коса может найти на камень. Только какая сторона коса, какая камень, пока понять трудно. То есть… Да. Ну, и Никита Витюгов… Сам тоже… Я могу… Джерард… Витит. Витит. Да. Витит. И… Ну, как всегда… Любимые позиции. Да. Никита в последнее время, я смотрю, очень любит играть почти что симметричные позиции. Но доказывает, что какая-нибудь маленькая совсем деталь может изменить оценку в его пользу. Ну, я не знаю. Я пока что вот даже не вижу никакой… Никаких особо деталей. Мне кажется, позиции в принципе равны. Но, с другой стороны, наверное, так… Ну, Е4 где-то, наверное… А4… Скажем, взрослый, если черный боит по НЦ5, белый ответит уже конь Д4. И слон на Б4 как-то будет не на месте стоять. А конь С5 может конь Е4? Тактическим способом. Слон Д2? А, так же найдется конь Е6. Придется конь Е6. Придется конь Е6. Жеф. Конь С5. Слон Е3ш. Честно говоря, есть… Не, ну, на конь С5 конь Д4 неплохой ход, что он какой-то мой придется… Вот, это, видимо, слона отдал. Тогда уже два слона какие-то хорошие. Ну, да. Так, а какой-нибудь дебют просто… А… Славян, да? Славян, да? Да, да. Это славян. С КСА6. Д3, Д6. Ага, ну да. Сумный. То есть, такой… Миран, в котором почему-то вместо… Принятый ферзовый, да, какой-то… Вот это… Получился чисто принятый ферзовый. И, по-моему, очень удобный для черных версия принятого ферзового. Мало того, ведь если… В Миране же очень часто черный, умея коня на Б7, ходит А6, чтобы потом пойти Ц5. А здесь уже А6 стоит, конь еще на Б8, он может стать на Ц6. То есть, ну не знаю, по всем, как говорится, правилам, стандартным канонам, черные просто уже полностью уравняли. Но, тем не менее, мы в виде гол увидим какие-то свои задумки здесь, потому что, конечно, это… Это удивительно, да, что вот эта позиция, которая кажется совсем равной, вот он пытается все-таки найти слабость именно в ферзовом фланге. Все-таки, мне кажется, еще какие-то трудности учетов есть. Ну, какие-то есть, я, естественно, не спорю. И… Может, надо еще слон Е7. Мне кажется, слон Б4, мне, честно говоря, не понравился. Хотя там кони опять, да, наверное… Ну, да. Пришлось, просто слон… Может, слон Б6 надо было? Ну, если бы он пошел слон Б6, то, видимо, и 9 в гол, А4 и на Б4 ходить опять, да. Ну, так. Хотя и там, вроде, кажется, БС, АНБА, БЦА, и потом кони опять. Да, то есть… Может быть… Я вот не знаю, там как-то… это конь Д7, там… Да. А надо ли бы вообще кони Д7 ставить, не мокрый конь, встать на С6. Он боялся С4. АНБА, 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 да. АНБА, 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 да. Да, это, конечно… Это… Это… ИНУШКу удивительно, что… Может, перейдем на партю,けれшу Касс Харип К mari cross. Прости понятно. Наконец-то… intersection C sides 5, ещё за 3. Сказать, а тем временем, наконец-то Крикщук пошел в аде Б8. очень непрактично потратив на отход почти что часто сломни 3 крышка пошел плечу продолжает таких партий не было в базе не посмотрел сходом ферза сломни 4 мне хочется сейчас проверить ладья 8 тогда конь c7 король е7 конь d8 слон c3 король d1 я все-таки хочу это проверить надо что а правда если ты 5 то у меня сломаться 5 солнце 3 шаг давать на ты иначе смысла в этой семье зачем это приходится играть не думаю что тут вопрос такой короля изначально ставить несем или может быть даже сразу надо 8 может быть может король d8 чтобы потом солнце 5 не было этого темпа конь пьета 8 солнце 3 шаг король d1 d5 вот у меня вопрос что это за позиция если чем компенсация за качество конь b6 конь b6 до 6 что компенсации скорее всего не согласен так я за три сразу искать да ну значит вот получается что где-то здесь и да и за рыба получается почему на числом битте 3 конь d6 король д8 офис опять шаг и пирсбеки не да я так и хотел теперь уже на ферсе 5 шаг и пашист буду иметь чем и может я сладеет пойти конь биттаж 2 и конь и в сентябре теперь ферс опять шаг появился оба 6 а мы шестом черный 5 ферзи 5 у них всем порой символе 5 у них родить а ночных но хорошо я же не обязан здесь играть конь 4 могу пока пойти по 6 хочу же где-то ферзи 5 там что-то поменять при этом пентала харе кришну до сих пор почти не потратил времени он на часах час тридцать то есть он в среднем пентала тратил полминута на ход но учитывая что куда надо еще и записывать то значит что он не тратил на практически ничего сериально он играет по своим анализам поэтому видим грищук и и пытается понять где же его пентала до нам придется сейчас понять эту позицию иначе самая принципиальная позиция после хода ферза ты сейчас владеев 1 до принципе ход владеев один уже был сразу потому что конь д3 шах я как раз не верю что у меня была возможность так сыграть я бы наверно сыграл бы 6 вот здесь очень трудно найти вход может аферси 5 вы чеки или и приходится возвращаться обратно что же не получится а если аж 5 и белый тоже правильный я забыл что уже ферза 5 шахов не большая тетя не важный ход округа может пойти на их 5 только разве что имеет 5 это на грязи да это такое одну вещь можно предсказать в этой партии уже отчетливо что вы еще как вы довольно сильный цикл матчи россии украина куба домингес ну по моему закончили на эндшпильной позиции значит сон д7 ход домингес вроде бы я угадал и за вен угадал вот руслана панамарева слома 3 король е7 король d2 насколько отличается эта позиция от матча алёхи на и там уже стояла на 4 сейчас мне кажется сон д7 же его все равно ходил сейчас сразу проверим что очень интересно ход черный катали там было по-другому сейчас я попытаюсь найти план покажет мы еще на классическую партию орехи на его я посмотрю что происходит в русской партии в партии вас рабу зона с василием иванчуком мы становились на позиции после ферзи 7 шаг слон е3 g6 и уже обратили внимание что на эту тему была партия между нихуа и сэндипаном которую победу одержал сэндипан значит партия бурсон иванчук продолжалась рокировка слон g7 ладья b1 b6 ферзь f3 c6 c4 на данный момент стоит вот такая позиция обращаем внимание что иванчук пока еще не сделал рокировку но образу пока уже такую пешку центральную пешку d5 ну как бы самой стандартной реакции которая просится так именно в стиле русской партии это просто взять пешку dc сыграть таки у нас он бьется 4 сделать уже короткую рокировку да вот это я тоже потому что на все равно коротко дорогу длину что надеюсь и один черный все равно делают короткую рокировку он большой разницы как раз нет допустить угроз как таких серьезно по мне создать я уже думал может быть мой ту коротко не ну да это мне просто мышца скачила да да но здесь все равно придется без слон бьется 4 ну и просто ферзь d6 да ферзь d6 или даже ну даже ферзь в 6 но это ферзь логично на слон d4 f4 с темпом а раз так там слон d6 ну такая типичная по моему позиции русской партии которая в принципе равна у меня маленький вопрос да а это уже эти уже ходы состоялись в партии то есть именно так Майчук и сыграл да я немножко думал про ход слон d4 вместо слон c4 если честно но я думаю что ход вряд ли бьем чтобы должен давать ладят c8 наверное даже ладят c8 хотя можно конечно ее и отдать но зачем отдавать если уже бьем ее пожертвовать да нет это слон d4 идея не очень ну значит слон бьет за четыре аккировка стоит равная позиция типичная для русской партии возвращаемся к партии по новым доминкес который выберет более интересно но здесь там одна маленькая разница 13 ход белые сыграли слона 3 и сразу попили на т6 что мне кажется просто ошибки да то есть алекхин менялся на т6 сам во-первых не сыграл опять и менялся сам да но интересно что черные реально играют слон d7 молодежь c8 проводили в принципе тот же самый план то есть поэтому если паномарёв домингес стоит позиция после король d2 ну что наверно наверно ладят c8 как то очень уж очень стандартный ход во всех абсолютно вариантах то есть я думаю даже черный сыграть просто байкин мне почему-то кажется, что у меня сейчас позиция стала очень конкретной, можно буквально за несколько ходов понять, что на доске происходит. Вот например, если белый играет Е4, что там можно слон А3, ладя А3 и пойти Б5 и на АБ ладя Б6 просто. Да, я согласен. То есть это в принципе идея черных сейчас. Мне даже сейчас кажется, что черных настолько хорошо, не настолько легко решили свои дебютные проблемы, что вот белым уже надо задумываться, а не сыграть ли там, скажем, ладя А1 уже опасно, потому что черные побьют сначала слон бьют А3. Да, придется, наверное, уже. Да, белые не могут бить на С8, потому что по 4 шаг, и после ладя А1, черные просто получают открытую линию. Я думаю, что, правда, это открытая линия к ни стране тоже не так много черным дает. А если просто пойти Б5, все-таки, если одна ладя, то уже, мне кажется, уже пешка на Б6, это уже не слабость. Да, скорее всего. Нет, я согласен. Я просто думал, что, словно, это отвечали могут... Да нет, конечно, ладя А1 сильнее. Я думаю, ладя А1 сильнее, белый вынужден бить на Д6, потому что здесь как-то король А1 совсем не смотрится, мне кажется. Да, все равно я могу. Б5 А1. Все-таки Б5 А1 и А1. Мне почему-то эта позиция нравится. А если я все-таки взял, вернулся королем на Д2. Ну, как бы Е5 как-то в дальнейшем упрощении, может быть, да? Ну, да, это Е5 потом. Ну, наверное, будет черный вообще новое. Ну, вообще, мне сейчас кажется, что ладя А1 ход на ладя А1 практически вынужден. А, ну, правда, сейчас думает, да пока Домингис, то есть он еще не пошел ладя А1, то есть он еще не пошел ладя А1, то есть он еще не пошел ладя А1. А я вот сейчас думаю, может, Домингис может сейчас ладя А1 пойти, чтобы не открыть линию Б, ладя А1, пока ладя А1 не сыгран. Если взяли на А6. Да, наверное, бить надо. И ладя А1, например. А, все-таки ладя А1, белый успел. Нет, теперь я хочу пойти в ладя А3. А, и слон Ц5. Здесь, да? Да. Я могу, наверное, покатать шаг. Король Д3. Ну да, потому что на король Ц3 я слонлю Ц5 возьму, поэтому король Ц3 надо. Да, 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 да. Интуитивно. Король Ц3, ладя А2 А8. Угу. Я хотел при случае ладей закрыться и там А6, слон В6, я думаю, будет неприятно в какой-то момент. Угу, все-таки будет, да? Ну да, ладя А8, слон В7, Ц5, ладя А3. Да, там неприятно, что, пешка уже. Проходная, да. Мне кажется, это слон Ц6, может, не надо было? Да. Все-таки. Ладя А8 более логично, да? Ну тогда сходим на счет. Да, ладя А8, ладя А1. Да, ладя А1, ладя А1, или тогда В5, да? Угу. Ну, сейчас. Ладя А1, да? Ну, чтобы В5, АВ, ладя А1. Вот я вот пытаюсь как-то. Я вообще хотел как-то уже активизироваться там в ладя А4, но... На переход, да, уже могут ничего. Да, да, но все-таки у белых вот Е3 все время остается. И ладя А8 слон Е4, да, наверное, где-то будет? Да, да, да. Не, ну, может быть, я пока что вообще не буду никуда спешить. Я пойду ладя А7. Где-то хочу ладя А8, попробовать заставить белых поменять обе ладьи. Тогда мне, наверное, придется ладя А2 сейчас сыграть. Угу. Ну, мне кажется, просто после В5 у черных никаких проблем должно быть. В5 здесь, да? Нет, здесь как раз конкретно может АВ, хотя на АВ я могу слон А3 побить. Потому что об этом взяли ладя А6. Ну, и как слон, ты ешь, Брай. Может, по партнеру Копиона знаем, отведи. В тупешке очень опасно. Да, да, да. Ну, тогда, может, мне вместо В5 взять, сначала взять, чтобы... На А3. Да, 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 взять на А3. Просто сыграть В5. В5. Ну, на В5 АВ я всегда должен. И буш мне хватит, да, Эля? Или АВ. Мне кажется, в ладе А мне будет хорошо, если я смогу. Но там мне не нравится, если вы возьмете и ладя А7. Угу. Так, может, и ничего особого, но как-то... Ну, как обычно, что-то это, по крайней мере, то, что белые хотят. Да, значит, на доске по-прежнему стоит после короля Д2. Домингес продолжает думать. К сожалению, мы не видим затраченное время. Хотя, может быть, у нас сейчас появились другие демонстрационные доски. И по ним... А, нет. Там тоже, к сожалению, время не стоит. Да, к сожалению, в некоторых демонстрациях некоторых партий пропадают показания часов. Это, конечно, немножко нарушает общий ход. Комментарий, потому что от того, у кого сколько времени, зависит также то, что можно предположить, насколько быстро человек сделает ход. Ну, наверное, сейчас уже Домингес, думаю, довольно долго и в какой-то момент он решится. А может, мы вернемся к партии Аранена? Потому что что-то долго мы... Долго мы не занимаемся сборной Армении. Да, я сразу вижу там... Вот в этом туре две очень интересные партии, которые мы, к сожалению, не показываем. Может, после перерыва мы слушаем эти партии тоже. Да-да, я тоже так думаю, что... Потому что иногда бывает, что лучше показывать более интересные, чем более важные партии для турнирного положения. Так, да, мы закончили просмотр партии Аранена в самом дебюте. Где они еще следовали партии. Да. То есть, Динклирен... Да. Аранен Динклирен... Аранен Динклирен... Аранен Динклирен, да. Аж пять служит пять. Аж шесть, а четыре. Эта позиция у них... Ой... Так... Эта позиция у них была... Аранен Динклирен... И здесь, по-моему, Динклирен играл ферз с ц7. Ферз с ц7, да, да. А... Эрдыш первым решил отклониться. Видимо, ну, да, почуял, что у Аранена были какие-то мысли. Да. То есть, и пошел ферзен на Е8. Честно говоря, мне ферз на ц7 не очень нравится. Ну, если... Ну, в целом. В целом. В каких-то позициях он выходил на А5 или на Б6. Здесь уже ферз четко настроен на игру на именно королевском фланге. Посмотрим, если эта игра получится, значит, да. Значит, черные правые. Ну, еще интересно, что вот Эрдыш, вроде, он должен играть крепко, да, чтобы на первой доске он играет очень острый вариант. Ну, он же хотел разыграть Грунфельс, которого он просто, я думаю, достаточно. Ну, Аранья же Ф3, то есть, не в первый раз, да. Ну, тоже правда, да. То есть, Ф3, я думаю, он должен был быть, во всяком случае, быть готов к ходу Ф3. Да. Мне кажется, что Эрдыш Хелонуфельс с Е8 достиг того, что после слона Д3 кони А7 Араньяну пришлось вступать слоном именно на Ф4. Потому что, если он вступил на Е3, то Ф5 было с большой силой. Вот в чем, наверное, идея венгерской команды. Да. Поэтому Араньян отступил на Ф4 и Ферз пошел на Е7. Ну, на Е7 он мог пойти из С7. То есть, да, рокировка Конь Д7. Здесь Леон Араньян отступил Коньем обратно на Е2. Наверное, ему не нравилось. Да. То есть, планы с Конь Х1 и Ф2 уже, как бы, не очень рассматриваются. Потому что, видимо, Черный тогда быстро Ф5 проводит. И Конь Е5. Ну, вообще так... Сейчас. Да. Слон С2. Ну, как-то получается, что да. Слон в Е4 не очень удачно встал. Менять его на Е5 белые его тоже не хотят. Да. Слон Д7 у Черных сделаны все более-менее плановые ходы. Опять грозит. Да. Так что... Да. А, и здесь Араньян отступил этим слоном уже на С1. Потому что, если других полей особых не было, по С4 всегда было очень неприятно. Уж не лучше ли ему было отступать на С1 на ходу на 13-ом? Хуже бы, наверное, не было бы. А, но Ф5 с каркировку и Ф4. Ну, там другая игра. Просто вот я играл в чемпионат Европы недавно. И Эрдыш вот примерно так же пошел и Ф5, и Ф4 против Александра Моисейникова. Угу. И Черный Мик получил очень такую довольно-таки интересную игровую позицию. В общем, В5 и Ф4. Ну, да. Я так понимаю, что, конечно, стандартное поле для коня Ж4 было бы связано с какими-то жертвами. Наверное, Эрдыш пока не хочет ничего жертвовать. И, наверное, правильно. Конь Ц4. Я так понимаю... Мне кажется, это была довольно-таки неплохая позиция, чтобы решаться на крайние меры и жертвовать фигурой. Да, я согласен. Так. Ну, Конь Ц4. Вообще-то, Черные уже разбили очень сильную инициативу на первом фланге. В центре, вроде бы, они ситуацию более-менее контролируют. На королевстве на фланге, естественно, у белых тоже особой игры нет. Поэтому сейчас идет, пошла уже очень такая конкретная игра. И... Мне кажется, Б3, да? Да, да. Я к тому, что, мне кажется, можно будет скоро определить, что вообще происходит. То есть, Б3, наверное, Конь А5, да. Потому что на Конь Б6, может быть, даже опять все-таки Конь Черных будет на Ц8 неудачно стоять. Я вернул Конь А5. Идея. Черных теперь грозит Б4. Уже. Хотя Б1. Но тогда Б4 приходится Конь А2, что... Да. А может здесь как-то... Мне кажется, здесь надо уже жертвовать пешку ходом в Е5. Мне кажется, такая... Только что мы говорили о том, что не принимать крайние меры, но... Но уже белым приходится. Да, хотя, посмотрим, а вообще можно ли Е5 да Е5? Чем же пешка по крайнейшему? Ф5, Е4 мне не нравится. Ну, в том-то и дело, да. Конь Е4 тоже вроде не успевают. А если Д6? Д6, да. Вот я думал, Ферзь Е6. И Е5 тогда. Я думал, а что если черную еще пешку на Б3 возьмем? Или все-таки тогда так и будет. А, там же Слон. Там же Слон на Д7. А, да. Я воздеваю, да. Не, тогда, наверное, Ферзь... Д6 ход не туда. Ну, может быть, пока отступить. Или уже на любимое Эрдешен поле Е8. Мне кажется, Конь Д5 где-то или... Может быть, Д8, да. Да. И тогда... Мне кажется, просто Лимон очень любит такие позиции. Это да. А, Эрдешен, мне кажется, он более такой... Или Е5 можно тоже будет. Хотя Конь... То есть... Конь Д5... И Ф5 уже будет сложнее проводить. Я даже думал, какой-нибудь ход типа Б4. Хотя он, конечно, немножко не смотрится. Но зато... Зато какая-то конкретика. То есть... Конь Е4, наверное, надо играть. Мне кажется. Ага. Слон Б2. Так он бьет С5... Ну, как бы, не совсем грозит. Но, возможно, если я сейчас... Я Слон Е5, честно говоря, с С7 играл. Угу. Слон Е5. Угу. Слон Е5. И на ЦБ просто слом бьет Б3, да? Ну, наверное, наверное. И здесь, наверное, ходит. Здесь хорошо. Да, нет. С4 она мне очень удача на трейгеру. Ну, здесь, вроде, какая-то интересная позиция. Да, да. И у него на времени больше. Что не маловажно, с такой позиции, мне кажется. Да, но интересно, что... Ну, за него толком идей пока найти не можем. А он пока еще думает. Потому что сразу Е5 хода, наверное, нет. Тогда черный конь уйдет на Д6. Да, да. Поэтому... Мне еще кажется, Б3 конь А5, вот когда Е5, черные еще могут... То есть, потому что, как мы поняли, Б4 там... У белого какая-то... А здесь Ф5 нельзя? Или это слишком? Угу. Все-таки, если Е6, тогда, может, надо считаться с ходом Б4. Угу. 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 И при другом ходе я уже возьму ДЕ. Тогда не будет идей с ходом Конь Е4 и движение пешки Фбиной. Угу. 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 быть можно белым пока как-то бы обыслан подавала тогда бы 4 потом доедать 5 вот хороший довольно да общем есть подозрение что у ливона сейчас не самое веселое размышление в том плане что у него довольно ограничен выбор идей и то же самое время в конкретных вариантах похоже что у черных все не так плохо то есть то есть ли он обычно таких служит старается найти какой-нибудь неожиданный ход а вот здесь насчет неожиданных ходов я честно говоря не уверен что у белых особенно есть какие-то возможности потому что у шутбольных черных такая ясная игра это наш партийка продолжается так сейчас просто очень интересная позицию владимира как я нам просто так да на секунду просто посмотреть что мы опять не можем ее расставить мы можем обжим там за можем прямо здесь да и 4 и 5 у них дали мы сейчас переходим к партии владимира копьян пропорта и муж бы даже сразу поставлю чтобы было ясно о чем речь партии между владимиром копьян и ричардом рапортом начни 4 и 5 кони в 3 конца 6 5 до 4 в последнее время очень мало кто играет из сильных гроссмейстеров но я хорошо помню как в 2002 году александр хальф он так сыграл с каспаровым и добился выигранной позиции в быстрый шахмат и то есть каспаров может сказать чудом ушел на ничью правда после этого когда у них был тайбрейк хальф он сделал принципиальную ошибку снова сыграл конь d4 попали на разработку ну не столько на разработку сколько каспаров за это время подумал как построить игру в другом ключе и одержал уверенную победу поэтому все-таки создалось такое впечатление что ход сильный пока он является абсолютно неожиданно да значит ну владимир сыграл солнце 4 ферзь h4 d3 конь f6 взамен смотрел базу там и что рады 3 это партия палочек а то есть уже партий почти было очень мало то три партии всего-навсего и исходом т3 и конь f6 всего одна партия поставить каста карта гиола и наставила марины да это же женская партия получается на рокировку черный играли слон c5 но в любом случае ты ты 5 ход более такой правильный возможно что и знал ну да сломбит опять вообще мне очень трудно и хотя очень хорошо знаю трудно понять когда он играет по подготовке когда он придумывает хода за доской потому что в принципе эти ходы скажем так не сильно отличаются потому что даже при подготовке ричард не очень доверяет компьютерных программ да да потому что ему не очень нравится эти компьютерных программ почти сразу его входы скажем так не уважают значит слон бьет 5 конь д5 слон д6 же 3 копян пошел ферзь h3 владея один король f8 пока что все очень логичный ходу белых лишняя пешка черных два слона и кита шанса на атаку владея 4 уже вторая пешка да наверное еще идей не в том что забрать пешку а воде аж 4 я так понимаю что если бы как он пошел конь d2 то ему наверное не очень нравилось слон же 4 после чего я не до вынужден играть f3 после слона бюджет и похоже что белый вынужден соглашаться на мячу я хотелись какой-то вот владея едва я не знаю так ли все ясно то есть обязаны его молоде очень тогда взять и да все все два шага я уже заберу коня то есть то есть я например не очень верю что белый реально обязанность ничего соглашаться а может это сложить и просто отход слоном я хотел быть у них 4 и 4 как можно раньше про на коне 4 к раззятия и слон бюджет и может быть а там еще три пароля входить если ухожу беру пешкой на е4 да и я и король может быть и через это почему я хочу пойти конь d2 чтобы ему пойти конь d4 забрать этого слова ну а можно дашь 5 конь 4 аж 4 я успеваю взять на д6 ну правда тут можно считаться сходом служить 4 3 аж и неожиданно белый просто проигрывает партию да а вот тогда получается что конь бьет белый успевают забрать она 4 до конь g5 исходную ферзь и в 5 там черных наверно продолжение будет компенсации запись кстати все равно ферзь f3 даже здесь неплохая позиция плана это это к ним немножко напоминает атаку маршала в испанской партии хотя конечно немножко свой здесь рисунок так ну ладно такой не два который в принципе мне кажется был был интересный владимир копян вместо него владелец это пошел от 9 4 и делком что ричард раппорт все равно пошел ваш 5 почему не очень очень нравится покладея 4 потому что мы это же по атаке маршала знаю что когда водяна h4 становится если она потом не доходит до 6 не жертвуется за сломана до 6 то она там в общем-то ничего хорошего не делает то есть и поэтому уладить скажем наш предлоди h4 ну совсем не смотрятся керсону в дебютном плане ход неправильно потом что еще фигуры хотят на него очень конкретно и как будем ученые хотят пойти аж 4 упрямую фунт же 5 уж перерожившись могу помнить или наш компьютерный ассистент предлагает тоже по моему логично слон же 4 f3 слон бюджет 3 я что-то не знаю не на владимир пошел слонах 4 да вот слонах 4 достали стоит на доске слоны в 4 сейчас наверное в этом и была идея ну в принципе да конечно это понятно но сейчас я попробую доказать что идея все равно была не совсем правильно посмотрим сейчас смогу ли это доказать и просто набрасывается да теперь получается что слон бьет до 6 ну почти что надо все два смысла почему не безусловно 5 а же 4 такой как бы уже под их под девчонки и же 5 нет может быть все таки владеют и 4 сейчас уже уже где же 3 почему-то позиция белых нет не особо ну да тем более на черный даже ферзи не обязаны менять на ферзь f1 можно просто ферзь f3 а конь d2 тогда и белый успеют развиться может быть как надо кстати конь d2 исход сразу я уже бью фж и шах ферзь да да размыслов может быть довольно важным может быть черную надо показать у меня просто была идея в другом что у нас каждый день просто совпали сможем 4 3 h4 я сейчас пытаюсь взять фунт бетов 4 чтоб хотя бы пешки на д6 не был такой слабый модель 4 и вот здесь может как-то попробовать h4 в 3 уже возможно за белых не на ферсов 3 крась возьму ажи ладей всем и даже король е8 и неожиданно все будет хорошо учет дашь 4 ферсов 3 белого просто не уступает у него конечно ферс бюджет и взять вот мне кажется уже не совсем то да и что ежи 4 но хочется и мы можем перейти к той позиции да только там пешки надышите не но я уже не хочу играть в 5 хочу какой-нибудь там в другой ход хочу сделать на 5 кстати же 5 тоже очень интересно да слонов очень важен здесь похоже что как он все сделал абсолютно проект и партии и значит получается что так аронян тем временем думает очень коротко могу взглянуть на партию аумаша соркисян и можно да да теперь по моему уже таких испанских позиций мы уже видели в этом чемпионате довольно много надо будет пить да он уже взял и так первый год который приходит в голову за габриэлемом по типа конь еси второй ход приходит в голову владея 8 чтобы взять коня воды 5 она выглядит как равная может быть чуть-чуть приятнее потому что следующий да владея 8 вот как раз вторую идею которую я предложил но сейчас мне кажется замуж интересный ход c4 чтобы все таки надо 5 то есть там у черных есть план конь d7 c5 е6 но план такой довольно медленный то же самое время я пока не вижу как белые могут использовать что этот план медленный а если на c4 просто пойти а5 а5 а если я тогда буду как-то готовить на ферзе фланга или хочешь взять на d5 смотря как белый продумал ферзе фирт и 7 потом это пешка будет на а4 подвисется да и уча бы балога стоит его и испанка из какой испанки это все вышло какой-то получилось какая-то связь испанской с итальянской то есть когда черные пешки на королевском фланге на ферзом фланге белые оставляются можно лучше чтобы может быть иметь шансы на королевском по моему по моему все-таки эти позиции обычного черных нормальные белом приходится 4 играть немного нет хорошей жизни потому что нет других активных планов но куда мы в 4 не даже немножко ослабляются у короля типовая позиция ну может не стопроцентно но шнайдерфи таким получается с переменной цвета но так если вот так слона убрать b1 на f1 да и там не знаю пешку но я обращу внимание сейчас на то что на б-1 слон самом деле расположен абсолютно ужасно он же вообще совершенно даже не участвуют в игре на королевском фланге белый уже пошли в 4 не хотят играть на королевском фланге но кое-то мне кажется не будет там мало фигур вот если сейчас например грант пойдет коня 4 к примеру то есть на б3 чтобы я хотел уже играть c5 то есть моя идея что на б3 всегда отдавать эту бешку на c3 ну конечно всегда я может быть преувеличиваю но по моему компенсация будет где-то может быть могу подумать о ходе конь b6 а4 дальше до c5 с идеей должен c4 ну просто у белых часть фигур пока занята защитой ферзевого фланга они уже сделали активный ход на королевском пешки назад не ходит но я не могу критиковать балога заход потому что мне кажется что у него уже выбора давно уже мне кажется сумму выбора не мне кажется что не того сделал раньше но мне кажется что в общем вот можно сделать что у милку мяну уже хорошая позиция черными а у вазимира как она похоже такой но все-таки какой ты уже перевес образовался белом эти временем рапорт пошел аж 4 ну и мы решили что все таки наверное слон до 6 и же 4 да ну в принципе можно пока даже пойти же 4 нам небольшая разница потому что после слона в 4 в 4 а в 4 мы тоже же 4 поэтому мы можем пока же 4 сыграть на следующем ходу единственное на жизнь ладья 6 какой-то ход появился да и вроде бы ладья стала активной да я думаю здесь ладья 6 все-таки ладья бьет до 6 свои на d5 нет я думаю что правильно мне кажется взять 6 если все равно так а здесь ладья 6 может быть тоже надо ход проверять потому что все-таки ладья же 65 может быть намного эффективнее чем просто 5 если черный заставил их пойти в 3 ферзь е2 ферзь е4 а вот это уже вот на что-то похожее ну давайте посмотрим может быть код ферзь е2 слон до 7 надо до конь d2 пытаюсь пока в одежде 6 даже 6 и в 3 и в 5 наверное думаю тогда надо проверить а потом уже до воде 7 будет и в же да и на в 4 же 3 чего успеет защитить слона да немножко так чуть чуть более тревожно на вот ход ладья 6 мы раньше недооценивали но мне кажется что нам еще рано паниковать потому что она 9 тысяч ладьи 8 и 8 ферзи 2 ферзи нельзя из-за шаха на и 2 да значит а может же 4 еще и хотя после поклоня 6 да конечно немножко меняет ситуацию только хотел сказать что когда она явно перевес выяснилось что все намного намного сложнее со временем леон аранян продолжает раздумья сравнялась да то есть партия крутой то есть конкретно вот в этой позиции после а вот наконец-то любом сделал у ферзи до 3 как это часто бывает и в уход не угадали то что вы думали про b3 ну так вот если ты по крайней мере у логика в том чтобы просто не дали по 4 и заставить черных все-таки найти какой-то полезный ход потому что может быть черно не так просто его сделать но мне первый вопрос можем ли мы по аналогии с теми позициями которые мы уже изучали пойти в 5 заодно косвенно защищаясь от хода b3 опять не худо очень нравится что на б3 будет эфье ферзи 3 аж 4 ферзи 6 а я думал слон ферзь ловится но нет ферзи осталось в поле все равно что есть такая позиция что можно даже скажем что коня 3 такой под действий коня 3 а почему бы 4 вы за 4 думал bcbc и как-то слой и тренинг но слонит я хочу воде 8 очень много два воде поставили брата я понимаю что пешка на б2 она дальше ферзи не пройдет но все много как пусковый окажется и грубил отдала дядь им сразу а водя 3 да нет но все-таки не настолько все легко но так их 5 верно швиктора шпакатом и значит их 5 мы предлагаем ну по 3 как бы изучаем за белых эфь и ферзи 3 вы можете аж 4 учу быстро пошел даже не обязательный здесь я почему-то увидел что у все должно быть хорошо да по-моему очень такой интересный еще ход служит 4 просто уже напали на какой-то материал то есть там по ощущениям здесь мудро белых не должно быть хорошо может быть на 5 еще какие-то идеи за белых наверно ли вам что-то имеет ввиду просто альтернатива b3 у многого не нравится почти не случайно сказал после по 3 кони опять он должен был вроде как выиграть уже е5 то есть на десне и 5 тогда непонятно зачем ну да то есть понятно желание все таки пойти на не столь форсированную игру что где может могут быть большими на разных идей за белых а зачем как-то дальше так вы иначе в партии что как я на рапорт по-прежнему после стоны в 4 выделить как главный что h4 пока что стоит вот эта позиция и значит как мы уже заметили черные в какой-то момент могут захотеть поставить ладью на 6 мы можем проверить же ход же 4 еще раз молодежь а вот у меня появилась идея слон до 600 даже 4 водя 6 а если я как-то очень надо пойду же 5 молодежи 6 а если владяжи 6 не ходить то то тогда под ладья 6 не такой уж и сильно получился правда можно просто отойти-то но тогда конь d2 да да нет доход ладья 6 почти что потерял смысл так как все таки шарматов зависит от каких-то маленьких нюансов то есть только мы считали что у белых хорошо нашли ход ладья 6 решили что хорошо черно нашли ход же 5 оценка 5 изменилось что без конечного числа от места на тебя 6 может быть все-таки уже 5 пока воде аж сын сыграет 2 до слова 5 хотел но даже воде а ну и потом ферзь и снова да ничего не успел мне кажется я виду 4 тоже нормально так да значит стоит эта позиция владимир пока еще думает и мы предлагаем за него взяли d6 и на cd пойти же и же 4 еще у нас как бы альтернатива была связана с ходом и в 5 тоже его смотрели может быть главная 65 до но я хоть я думал здесь играть воде аж 6 но тут тоже же 5 так что здесь как раз ничего не изменилось можно но вот даже 5 ну тогда взяли в 4 воде осталось там уже на вечный хотя и там нет на вечный а у него дровонь бы 3 до и сочи даже сложно мне кажется что вот здесь можно будет садов нету за черных уже кандидом агутер стоишь один да ну да допустим уже получше назад к оценили как лучше у белых не видно как защититься к заходе до внешней пешкой чем-то слабость учебных то есть конечно можно какое-то сопротивление оказать тем же помаде а6 мы тоже оценка будет не будет вызывать сомнений то есть у белых будет ясный перевес так ну в общем что у нас получается а так уходит что мы снова решили что владимира какомна приличный перевес и у гранта мелкумяна который кстати сделал очень ход я угадал то есть коня 4 вроде тоже уже черными комфортная позиция саргисиана видим тоже что-то в районе равенства только у ливона сэрдоша позиции который нам даже внушает некоторые опасения все-таки ливон играет белыми он такие сложные позиции любит поэтому я думаю что раньше времени паниковать точно не будем значит мы до украина куба матч в котором мы хотим в какой-то момент перестать смотреть основные партии сборными кажется нам него скучно мы остановились на пономарев домингес да мы остановились по позиции на четырнадцатом ходу не на пятнадцатом ходу когда паново пошел король d2 домингес сыграл ладья шестьсо восемь да и ход ладья в один мы тоже угадали и по моему до b5 вот которыми завел предложил домингес тоже сделал и на б взял ладью то есть то есть оценка такая что ну так как бы такого пути к совсем четкому равенству видимо учебных не было но домингес согласен на чуть-чуть худшую позицию после размена потому что перевес белых там настолько минимальным что даже ну да что серьезно не приходится но пономарев нашу какой интересного наход слон g4 то есть он хочет чтобы черных именно осталась слабая пешка на 7 они на б6 мне кажется здесь тоже в черных особых проблем не должно быть даже кладет себя 8 просто сыграть отдал где по 8 чтобы сразу определиться я могу просто а б тоже все таки осталось журнодином по 8 немножко пассивный лет не страшно не карте не знаю просто не верю что в этой позиции черных может быть чуть-чуть лучше него я согласен что я тоже если играл белом и я прочитал что наверно пациент должен закончиться ничего но я хочу тоже что-то еще искал черный был бы чуть-чуть настороже но тоже считал что мяч и но может быть после слонги 4 есть еще входы более четки потому что то хочется сильно сразу уже разрешить эти вопросы но для пяти нету как раз слон до 6 и слон бы один да и пешка остается слабо согласен да 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 надо на роде 8 но лично и я еще думал слон бета 3 взять ладят ну да пошла тебя больше есть бессмысленно когда то же самое хотя как мне не совсем бессмысленно потому что ученый это какой-то темп тоже выигрывают по сравнению с другими черном пойти король д6 самим теперь получается 0 до 6 и 5 ну да не знаю после белого выиграли темпы так тем временем платим временем мы ничего не абсолютно ничего не угадали потому что это позиция да потому что домингос бьет ладья бьет b1 и значит и мы здесь предлагаем слон бьет д6 король д6 слон бьет б1 что за позиция наверное не знаю вот здесь не уже позиция белых а если я просто воде сейчас а вот я 6 шаг я и все мы поменяем может быть вводятся 4 конкретные мотивы да да потому что то что мне кажется белый не успеет забрать пешку наш всем сломбы один взяли то есть надо 6 еще но да паномарёв взял на б-1 сразу но я могу принципе будет мотив провести и здесь тоже он дальше идет перестановки а других я думаю что это партия довольно скоро закончится ничьи а брусунку на марина иванчук тоже там массовые размеры да да партия брусун иванчук идет после короткой рокировки мы остановимся на этой позиции после 14 года я ее цену как абсолютно равную с наиболее вероятно ничьи и здесь брусун сделал ход слон е3 в 4 нет сначала до сначала снова б-3 это слово 4 будет следующий ход ладья и 8 то есть идея хода ферсии 4 вызвать размен ферзей что интересно в русской партии что очень часто после размена ферзей особенно начинают пищаться эти небольшие пешечные слабости если и тогда уже белом приходится играть очень аккуратно чтобы островком так что не стало хуже поэтому брусунку пытается уже найти какую-то тактику то есть находится на 4 чтобы не было ферзи 4 за слон до 6 василий реагирует ходом слон е6 просто разменивает слона да и начали нельзя было наверно нельзя но у нас он бьет и 4 у белых был ход ладья d1 все-таки вроде бы выигрывается материал c5 c3 слон уходит слон до 6 выигрывается качественно я за 6 тогда тоже цепи да слон на ферзи в 6 тоже цепи я могу на его число на 6 попробовать пойти здесь вот слона 6 и тут вроде бы все-таки все же тоже все равно c3 да все-таки подвески какие-то фигуры белых кури материальный перевес не ну поэтому слон е6 я думаю ход абсолютно правильный анда интересно что сейчас бы мачуку было бы лучше другая водя стояла на его символ если бы он сразу пошел ваде афе 8 то ферзи угрозы бы не создавал 4 слон е6 ферзь бью c6 побил брусун слон bb3 и даже он побил cb обычно вроде бы белые пытаются бить а по чтобы вот тогда пешка была но видимо в этой ситуации понимаешь за перевес бороться невозможно или он просто хочет уже не через зараз потому что у него уже будет не каждому черных уже будет поприятнее степел и вы прорвать да вот именно здесь момент такой хочу выделить еще по слон бюд 4 на самом деле требовало точного расчета да потому что вроде бы белых исход слон до 6 скажем как-то пойти типа ферзь а вот тоже не да я здесь я возьму да то есть тут именно надо было видеть что ферзь of 6 у белых не только связан словно и может могут черные связывать его и дальше молодец один владеешь и все-таки здесь надо было убедиться в том что белые не могут эффекты 5 до 8 до нее не могут никуда уйти ферзем да ну поскольку это чисто теоретически могут даже кто-то может быть даже курсом просмотреть это из-за того трудно сказать данном случае брусун выбрался переход слона 6 слон же 7 слон бюджет 7 и учитывая что иванчук сейчас не делает хода и у меня есть основание предположить что брусун сделал по слон бюджет 6 с жизнь и предложил ничью очень сейчас думает принимать предложение или нет ну у него естественно позицию уже комфортно может принципе не принимать но я думаю результат партии от этого не изменится потому что партия все равно закончится ничью хотя принимаетесь и уже предложение он не обязан потому что не абсолютно даже малейших проблем просто у него времени больше 50 против 20 брусуна и может просто надо посмотреть как там другие партии ну да специфика командной игры что иногда есть смысл даже если позиция в принципе ничейная но ты не рискуешь что какое-то время еще играть чтобы все-таки держать ситуацию как бы не только своей партии но и во всем матче в каком-то напряжении поэтому да я по ну но все-таки очень трудно поверить что эта партия может закончиться каким-то еще результатом кстати тем временем доминге с пономаревым по моему сделал ход владец 4 которые до который мы отметили и в общем то тоже дело идет к ничьи значит для того чтобы они что происходит матч украина куба надо глянуть хоть коротко на 3 4 доска потому что первых двух мне кажется результат очень очевиден ильянов кесада ильянов пожертвовал пешку причем буквально ход назад ну и позиция очень пешки тогда но эту пешку сейчас же уже отыграет ходом ферзь c4 ну так черных ожидает непростая защита в этой партии чем-то мне напоминает эта партия тоже партию ильянова которому проиграл ротштейн нет 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 это было не ротштейн ильянов это было ротштейн с кубинским шахматистом гонсалесом где тоже снова против коня и расположение позавчера очень похожий белый слон против коня но тем не менее все таки еще рано говорит что у белых серьезный перевес ну так шансы конечно есть и значит гонсалес криворучка так тут я смотрю очень много уже фигуры разменено из какого-то все было дебюта а из тоже новоиндийской кстати дебют который похожий на партию саргизиана да но стал коня на шесть и бил bc а после партии помню даже леона ронял так удивлялся почему габриэль не попил конем на цепь вот это он побил была вот эта позиция которая сейчас разыграна было партии гонсалес криворучка ну получается что в белых куда маленький из перевес но по моему стиль юрия криворучий ручка именно такой что он черными идет на очень крепкие пусть чуть худшие но на очень крепкие позиции он очень хорошо знает как их разыгрывать дальше то есть я отобращал внимание что часто позволяет себе быть под небольшим позиционным прессингом там где другой бы просто будет чисто даже психологически не хотел бы под ним находиться он спокойно продолжает играть дальше и постепенно это это небольшое позиционное преимущество соперника нивелирует ну вот как в этой партии да вот мне кажется в этой партии что-то похожее происходит да да то есть вообще а с другой стороны кончику этому мне может стать не хуже слова то есть но все равно и в 5 здесь уже нравится позиция черных мне кажется может быть белый тоже в этой партии хотят где-то все разменять и где-то уйти ничью ну кстати уже какие-то проблемы мелкие потому что на и трескут ферзи в три то есть просто так все сейчас не поменяешь водяда 2 может правда пока пойти подготовить ход е2 и 3 но все равно скажем ферзи 7 напал на пешку b4 ну я может эту позицию буду играть е3 ферзь б4 и хотя зачем нет нет главных системов к 3 пошел все таки я хочу пойти скажем я пойду серзи 5 ну да и я хожу вот интересно что на ладья д2 ученых есть идея пойти ладья д5 сразу чтобы на и 3 просто взять и на ферзь б4 взять ед ну там вообще у меня такое подозрение что и эта партия закончится ничью да так что очень много зависит от партии ильянов кесада в которой ульянова принципе оппозиция конечно как мы отметили очень даже перспективная о не просто перспективную черных конь наши сейчас он д3 просто грозит на то есть он не может просто так перейти через до 8 надо съемка на право глади оба 8 водя встанет на б6 нет пока еще говорите пункту очень серьезно преимущество еще раз но мне кажется здесь исход ферзь и 6 да нет вот и есть конечно авто за ферзи 6 и и грозит слон д3 нужно где в 2 как ты играть я просто хочу ладья д1 ладья д7 я согласен или слон д3 напал на тайне нет абсолютно правда ферзи 6 конечно ход просто как бы ставить черных положение какого-то пата может быть на ферзи 6 ажи 6 пока пойду ну ладья б1 или нет я даже не могу слон д3 или слон д3 можно но я тогда был взять и пойти ладья б6 все таки ну правда пока даже не напал на пешку но все-таки надо как-то белом опять солнце 4 так как он был 8 успеет не все же какая-то аккуратно хотел слон д3 потому что ладья д1 идея была вот ферзи 6g6 еще все-таки держится очень важный ход но идем нужно же 6 белым могут пока какой-то полезный ход поискать чтобы дождаться их пять молодец и двадцать три да вот мы пять сход за черных кожу вы не особо если 5 даже могут быть можно слон д3 потом где-то слона 6 и перейти уже в тяжелый я думал об этой идее сразу тоже в общем да ну так и ранее что ты а вот иначе короче символик да кстати так панамалев домингос и не понял они уже согласились на ничью или панамалев собирается теперь пить пешку наш все потому что у них уже четыре на четыре но давайте на 400 нашим тишину уже 8 да поэтому получается что надо делать в ход типа ладья д1 солнце 2 ладья д5 в другом порядке не уводить ладью с д чтобы на сложилось иметь король на семасло это один слон наш 7 до 6 на стаж 4 как-то ну да и должен вот этому что мы собирать и даже хотя нет там особо играть тоже уже живом и 4 6 до корольев 8 чтобы корольев 8 тагословных 3 ну все таки мне кажется там еще какие-то ну правда причем не согласно что он ничего не согласились а подождите а водя 4 жизнь сход сейчас сейчас а если взялся у нас же 6-4 король и 7 король же 5 8 король 6 ну другое дело что после а4 взял слона 4 слон h7 мне кажется если я просто поставлю как-то пешки и 5 в 6 но все-таки я думаю водят и 5 тогда надо играть черный слон h7 ладья h5 просто а затем вот это 5 или куда-то по 5 слон h7 ладья h5 служил 8 слон е8 а все равно в основном так вот что-то мы это самое мы все так обсуждаем слепую мы даже позицию не поставили так сейчас сейчас просто слон d6 белый взяли слон бью d6 король бью d6 ладья d7 ладья d4 король е3 вот эта позиция у нас вызвало горное обсуждение сначала слепую но теперь попробуем все таки с доской мы смотрим ладья d5 слон бью d7 это последнее что мы смотрели ладья h5 очень важный слон же 8 может быть важно здесь ладья e5 шаг какой-то да чтобы потом сладе f5 да потому что король как бы если уйдет на f3 вообще мы можем здесь полном слон а не слон да можем слон c6 мне кажется тоже шаг на король e4 здесь же можно просто ладья h5 тогда нет при короле nf3 у нас искут ладья h5 вот у вас уже 8 просто нет хода так что но если белый ход слон отходит на d3 то ладья х2 а вот по моему очень важный шаг ладья e5 потому что король d3 как-то тоже не смотрится ладья а ладья h5 слон g8 ладья h2 да да ну значит ладья d5 и на слон e4 мы а мы просто ладья даже b5 тоже куда угодно а ну все таки да все таки значит вот все таки как важно было поставить позицию на доску сразу сообразили что что надо делать сло ладья и 5 здесь конечно ничья а то какие-то сложности да а василий ванчук принял решение играет на выигрыш равную позицию. Я в какой-то степени даже угадал, что так может произойти. Все равно он уже особо ничем не рискует в принципе. Да, он побил коробу бюджет G7 и белый пошил на диабет С1. Ну, в общем-то, ход тоже очень такой крепкий. Да, ну, как часто таких случаях, мне кажется, что в какой-то момент ничего предложит уже, что уж больно равная позиция. Юрий Гонсалес сделал, который я предложил, ну, и как мы решили, что партий со мной ничего закончится, а тем временем, по-моему, мы немножко отвлеклись от довольно важного матча Израиль-Китай. Причем там очень много, что за это время произошло, а мы как-то совсем даже об этом матче не думали. Там четвертая доска, там просто фантастическая партия идет. Я думаю, мы можем... Да, я думаю, сейчас буквально посмотрим немножко партии, которые мы уже начали анализировать. Значит, да, насчет C5-H6, по-моему, в этот момент мы прекратили. Да, да. Да, здесь... А, и вот в этой позиции я предлагал бить ДЦ. А вначале мы смотрели именно слон ГТА-6. БА-ДЦ и здесь ход Д5. Нам не понравилось. Да, нам. Но именно так случилось в партии. То есть неожиданно надо делать как главный вариант. Ну, я не знаю. Все семьи вы думали, да? Да. Ну, я не знаю. Мне все-таки... Мне все-таки нравилось. Может быть, мы что-то не видели, может, после ДЦ... Просто БЦ, да, наверное? Нет, ну, БЦ это... А, БЦ здесь. Да, да. Просто в других классах. Это вообще... Да, да, да. Вот это, может быть, мы и не видели. Да. В принципе. Не так сложно было. Да, да. Это... Это мы не видели. Увлеклись мы идейные жертвы фигуры. Да. Ну, как бы... ЦД... Не, ну... А может, не знаю. А мы разве зряем увлеклись? Нет, ЦД АЖ. 24 шаг. Вот. Неприятный шаг, мне кажется, надо сдать. Угу. Король должен. Ну, все-таки фигура есть фигура. И в 8. 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 И, наверное, конь-вход типа конь-цр-5. И все-таки, да, лишние фигуры есть. Ну, наверное, черный постепенно. Угу. Да, вот мы здесь... Про БЦ просто забыли. Я... Если честно, я интересуюсь. Ну, это вот зимой. Просто зимой. Нам просто тут позиция жертвой фигуры очень понравилась. Мы хотели ее как-то получить и посмотреть. Да, да, да. Да. Ну, особенно-то 6БДЦ. Ну, здесь я вроде бы правильно угадал ход черных. Д5. С7. Ферзь Д7, да. Ну, там как бы... Да, партик, кстати, уже закончилась ничью. Но мы сейчас ее посмотрим до конца. Ну, да. Эта позиция, в принципе, нам за черных уже нравилась. То есть конь f3, e4, конь d4, fc7. Вообще, складывается впечатление, что белым нужно теперь играть аккуратно. Потому что черные... Ну, дебютные проблемы, в общем-то, решили. Два слона и хороший центр. Правда, конь e2. Белые пока что блокируют по черным полям. Ну, пока что белым для этого пришлось пешку пожертвовать. Конь e2, fc5. То есть, да, слон e3, fc6. Нет, ну, за пешку, конечно, компенсация есть. Все-таки и сдвоенные пешки там, и здесь действительно блокады много. Но вообще... Вообще, так я бы думал, что позицию черных получше. Ферзь d2, конь h5. Интересно, почему конь g4, конь g4, слона e4, потом аж 3 конь должен. Конь h5, наверное, надо, чтобы еще... Да, но все-таки еще раз хотел предложить ход конь g4, на слон e4, поставить конь e5. А тогда конь g3, конь уйдет на h5. Ну, да, игра у белых есть везде. А черным там все-таки... Наверное, там писаться достаточно. Правда, для уравнения, но она... Да. Здесь гельфон пошел конь g3, конь g3, fg. Да, он пошел fg. Видимо, чтобы ладью и все-таки раздвоить ладей по f и как-то атаковать пешку f5, потому что hg это просто без пешки. И там еще по линяшке где-то может быть. Ну, так. Но главная суть даже, что пешку уже не отыграть после hg. Все-таки черные могут развиться, консалидироваться. fg, чтобы иметь контр-игру. Слон d7, ладей f1, ладей f8, ладей f4. Так, мышка соскочила, ладей f4. Ну, это просто... Ну, да, ковляж f7, ладей f1, и здесь гельфонд. Я просто предложил ничью, соперник согласился. Я надеюсь, что на этот раз мы наблюдаем за реальной конечной позицией, не как в партии Араньян Динклерен, в которой, как выяснилось потом, позиция, которая попала на демонстрационную доску, была уже позиция из анализа. Не самой партии. Ну, будем надеяться, что сейчас действительно вот это... Именно в этой позиции соперники согласились на ничью. Мне кажется, еще черные могли продолжать. Ну, я... Я вообще, как мы знаем, я всегда противник соглашения на ничью в этих самых сложных позициях, в которых, если игра продолжится, то результат может быть, на самом деле, не другой. То есть, поэтому... Ну, наверное, вот команда иметь так же. Вот еще на второй доске нича. Да, Юьянг и Сутовский, Смиринг Сянджи. Ну, что, мы можем, в принципе... Да, и вот Вейнни Ротштейн была очень интересная партия. В принципе, мы можем ее быстро завести. Да, 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 сейчас. Ну, здесь просто дебют. Я просто по походу немного смотрел, там, начало этой партии, там, какие-то сверхъестественные... Так, насчет... Так, вы... И... Е4, Е5, Кони в 3, Кони в 6. Значит, мы смотрим теперь не больше не меньше решающую партию матча Китая-Израиль, поскольку в остальных трех партиях уже произошло соглашение на ничью. Значит, Слон В5, Кони в 6. Значит, Вейнни идет на берлинский Эншпиль, делают ход Конь С3, переходя на дебют четырех Аней. Конь Т4, Слон А4. Я так понял, что ход Слон С5 здесь вышел из моды, да? То есть, мне казалось, что раньше здесь Слон С5 очень много играет. Я даже поставил, мне казалось даже, что... Да, да... Ну... Да... Как-то давно тоже не изучал. Я-то в свое время, даже в Белом, я практически перестал играть дебют четверых коней. Именно из-за Слон С5 мне не нравились получающиеся позиции. Так, Слон А4, С6, Конь Бет, Е5, Д5, Д3, это... Мне что-то напоминает, мне кажется, в 95-м году у меня была партия с Иваном Соколовым на эту тему. Слон Д6, Ф4, Слон С5. Ну, мне кажется, такого у меня не было. Но, в принципе, игра логичная, потому что черные лишили белых. Бракировки, а король в центре может быть очень неуютно. ЕД, бракировка... Они были после исхода Слон С5. А всего три, да? Да-да-да. Угу. Ну, мне кажется, три очень такие интересные партии. Адамс с Маланюком. Адамс сыграл ЕД. Ну, Маланюк пошел В5, сейчас Ротштейн сделал рокировку. Как Мамидьяров. Да. А Рубрецкий Мамидьяров. А, ты его партия играл в основных глазах, я играл в турнире Форосе. Да. Рокировка, да. ДЦ, БЦ. Но здесь вместо ДЦ был ход Конь Е4. А, Рубрецкий не пошел в ДЦ. Понятно. Он сыграл Конь Е4. Конь БЦ Е4. Да. Да. ДЦ, Х4. Ж3, Х3. Здесь я помню, что Рубрецкий где-то здесь уже начал вязать цик, но там у Мамидьярова еще было достаточно времени. Да-да-да. То есть я помню, что в этот момент, да, уже Рубрецкий осталось очень мало времени. И Х2 просто грозит. Да. Сейчас. Да. Тем временем Иванчук согласился все-таки на ничью. Ну, как я предполагал. Да-да. Потом он, наверное, сам уже предложил. Форос, 2006 год. Да, я помню, Допард игрался в первом туре. Закончил с очень уверенной победой Мамидьярова. Потом Мамидьяров выиграл, помню, еще и в третьем туре. Казал, что его ничто не остановит, а потом он стал играть немножко хуже. Всяк, когда я в втором туре сыграл с Мамидьяровом ничего. Я очень довольна. Потому что один из немногих командов. Удастся. Удастся, да. Ну, значит, хорошо. ДЦ. ДЦ. ДЦ сыграл, значит, получается ВИ. А вот была еще партия Бербатов против Михалевска в 2011 год. Там было ДЦ. Да, ДЦ. И тоже ВЦ, да? Ну, да. Ну, здесь король Ф1 пошел в опер Батах, а ВИ пошел Аш-3. был подготовлен до роли был подготовлен дебютный дуэли то что владея 8 ферзь до 2 ну да есть впечатление что за впечатление чтобы и просто абсолютная память которая позволяет ему готовить самые разные дебюты ферзь до 2 конь d7 король d1 ничего себе конечно так то кажется что мы вроде что король то в центре белые не развились вроде компенсации это полная конь и 5 на всего одна пешка его его 9 и 5 владея 1 владеет е1 компьютер и один словах 5 ферзь и 5 ферзь и 8 сейчас еще ладья черная подключиться к активной игре поняла что было пока король относится еще на фонда c6 да вот это важный момент так а слой 5 вообще вообще владеет е1 не слон него и подъездил вроде на слой в 5 надо было играть но в принципе и надо же слона ну тогда то есть он бьет c6 конь бьет c6 ферзь бьет c5 уже две пешки это уже конечно и его лару фигур поменялось ферзь 4 владея 8 слон до 2 куда пешки кажется там ферзь е7 вот стоит и вот эта позиция сейчас стоит в решающей партии матчей китай-израиль у белых две лишние пешки очередь входа тоже за ними 54 минуты ратается против 6 да и создалось впечатление что все-таки даже у него не до особо да даже наверно утку и 4 до бросается в глаза да главное что даже трюков каких-то нет уж я так думал бы может быть их 5-5 ферзь е2 шаг но король уходит абсолютно ничего нет то есть еще конь а может ферзь е2 сись или ферзь бюджет 2 я думал а до ферзь бюджет 2 грозит конь е2 и ферзь h1 насчет и хоть какие-то трюки мы нашли точнее владея е1 тоже грозит и конь е2 шаг какие-то круг трюки имеются по ней 4 5 можно конечно конь же 3 пойти на их 5 но там конь е2 там какая-то игра ферзь б7 там еще двойной удар на ж2 на б2 я вот так задумался ходе бы 4 когда возникла позиция типа чтобы где-то там с темпом может быть уйти королеву конечно черные вроде бы должны вы должны быть слова 6 это наверно руку белый сейчас конь d5 король c1 где-то может быть король убежит конь d5 вроде по ферзь е2 шах пока что но и наверное тоже все-таки хирже 2 но король бы 2 а конь на конь на d5 нести дара все дж2 то достаточно он есть ним шаг правда ну король ну да нет я почти как бы пошел не для того чтобы там конь d5 играть хотел какой-то там выиграть время там консолидироваться ферзь ферзь е4 мне кажется теперь есть у меня ход ферзь d7 наверное да я хочу пойти ферзь d5 настаивать на разуме ферзи но правда ферзь c8 еще черный ферзь c7 да ферзь c7 и белые не могут развиваться дальше да так ну вот веи пока думают мы рассматриваем ход конь e4 f5 я еще думал что здесь какой-то ход c3 но тут эфи окажется эфи эфи я думал cd слон d4 ферзь 4 рт7 что мне не особо понравилось вроде бы нет мы тогда возьмем до сумма d4 да правда хожу ферзи 4 вроде бы д5 может быть до ферзи в 3 тут немножко и ферзи и ферзи в 5 куда-то куда-то ферзи шахтар b3 да вот ну тогда слон b2 вот здесь я могу ферзь c6 пойти вот ферзь h5 g4 и ферзь h7 и как-то теперь я думаю может ладятся 4 вот уже ну то есть вроде пешку лишнюю сохранил в каком-то виде ну понятно что одну было две может быть ну в общем вывод можно сделать такой что вывод можно сделать что конечно что белому буквально кажется что надо найти несколько точных ходов напомним что позиция после 21 хода такая и значит как русского решающая партия матча белых две лишние пешки и конечно очень похоже на то что они должны как-то их какой-то момент реализовать но конечно другой стороны развития по-прежнему нет король центре ракет делать невозможно если мы ходим ферзи 4 это еще одна из идей теперь до 7 мне кажется надо теперь этот ферзь д5 тоже ферзь может обратно это ферзи 7 час куячи да да вот именно вот этому среди умеете часы было именно поставить взял до 5 потом вокруг унички потому что хоть бы 4 оказался лишним которое дело а здесь вот а на ферзи 4 а у меня трусов ходов не куда надо 8 или надо 7 выбор то не невелик ферзи 8 мне кажется слишком уж на ферзи 5 на эту облику не 4 даме кажется ферзи 4 один из таких четких ходов возможно что вы и пока ищут в более форсированное продолжение но а если вот время ферзи 8 и на ферзи 5 ферзи 6 мне кажется а вот это да 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 вот я все время делаю выводы слишком здесь ферзи 5 просто нет хода а тогда ферзи 4 смысл да то есть здесь здесь лучший ход ферзи обратно ну и ученых скорее все ферзи 7 тоже будет правильный ответ так что все эти белые наверно пока еще вправе не расчет искать больше чем ничья до вчера ферзи пришел съесть и мы сверху оси надо и 7 может здесь да то есть тогда а конец 4 в 5 кс 3 мы анализировали там черные смогли отыграть хотя бы одну пешку и все это создавать какие-то угрозы да то что хотя белые еще сохраняли мне кажется некоторые перевес так значит матч украина получается куба да начиная первых двух досках согласились на ничью значит когда после брейка мы видимо перейдем мы наверно сделаем глобальные перемены в партиях которые мы будем рассматривать да потому что как-то да у нас за все-таки изначально мы не очень когда нет нулеван аронян виктор ирдышев конечно оставим потому что тем более позиция ароняна похоже сильно улучшилась за это время да и мы можем да мы можем сконцентрироваться на матче армении венгрии потому что он сегодня он просто самый один из самых интересных матчей если не самый и да а тем да и вот кстати сейчас перед брейком буквально пара харе кришна грещук пару слов потому что мы оставили эту партию на очень сложные дебютные позиции и просто где мы рассматривали варианты с жертвами пешек а посмотрим теперь что было на самом деле складя бы 8 послом где 3 ты так понимает еще было за доской но кстати у гречука три минуты года то есть то что он будет цикнуть я ну да а так оказывается на слове к ним а что-то даже вообще не думали что здесь есть ход об это же да 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 то есть все это время он просто изучал кота были правда под солнце 5 тоже конечно интересно то есть но в чем идея прошло пытается сразу просто провернуть игру белых все-таки фигура до число он бьет в 6 б а солнце 7 на том это правильного сучить до сломит и 5 да вот так ты делал что кажется что ученых похуже грешу крашу владя 5 солнце совсем обратно приходится ладья c5 потому что уходить на 8 совсем пассивно конь бы 5 д 5 короче не что гречу где он просто единственный ход иначе не очень большие проблемы b3 сломит и 7 рокировка рокировка сломит и 6 владец 6 сломит и 4 а б а б ладья 6 так вот от оценки позиции которая возникла зависит наверно правильно ли поступил грешук на десятом ходу или нет вообще конечно позиция кажется у белых лучше но когда ферзи разменим пешек тоже не так много то лучше и выигран это совершенно разные вещи наоборот лучше часто означает что позиция даже не чинина поэтому а конь c7 будет ладья c6 да если бить сейчас cd то наверно конь d5 ну да потому что с изолятором играть все-таки не очень хочется конь d5 е4 там может быть даже сломит и 7 с дальнейшими размерами правда тут даже тут по-моему есть а нет наверное проблем не будет вы думали на 6 потом не я думал владея единым курсом по 4 а просто так ладья 6 не бы все таки мне кажется пилу не могу а если декунь d5 и проект пойти просто скажем в азиации так же воде сохранить да если слон d7 то просто грозит платить и здесь не знаю мне позиции белых просто как-то и учитывая что у харе кришна 343 минуту грищука три минуты то есть если бы если бы не добавлялось время тут вообще страшнейший на 20 на 20 даже получается что если надо сделать 20 ходов у него три минуты плюс полминуты это в среднем получается 180 делим на 20 что это получается в среднем чуть больше минут не тоже нет еще больше 40 у него что-то вроде около 40 секунд до 39 секунд на каждый ход сейчас 40 вы считает 40 секунд то есть это очень мало но на цены может он конь d5 попьет это плюс 30 секунд еще но это я думаю это не решить все вопросы все проблемы грищука то это совершенно конечно ужасно непрактично разыграл дебют то есть даже ну видимо вот этих позиций он все-таки боялся после солнце 5 и возможного ухода ферса 3 который еще не знал вот да конечно в этих позициях никогда не знаешь потому что ну вроде так с первого взгляда кажется не настолько страшно все но низкие до критической позиции которые мы могли ноут реально не понравится все тогда уже действительно идти на них не хочется но все таки вот ферста ты словите и три короли сейчас идея появилась здесь народе симку не в 5 а королев восемь я здесь из королев 8 то что конец 8 вроде бы диску керс c5 и вроде там как раз все нормально защелил и должны пить их я и я думал как это король же 8 доц и 5 и как-то пока ферзь системы нету здесь белых лучше да потому что коня потом не выдумывается дыши слабо . 8 было бы видимо правильно эфия ферзь и ты мог упадет за которую мы рассматривали и вот такой очень сложные позиции этому . пошли на вот это ну да это реально но обычно почти любые шахматисты пойдет на нее потому что ну все же есть шанс и выиграть при случае не такой же страшный риск сейчас просто боятся компьютерных анализ вот вот да сейчас боишься что у соперника эта позиция вот здесь 15-й ход а у соперника надо 30-го и вот получается бороться против компьютера соперника поэтому получается часто бывает даже практичнее пойти на несколько худшую но как кажется защитимую позицию чем идти на остроту да это конечно обидно что шахматы до этого дошли что 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 даже такие позиции шахматисты которые блестяще ориентируются сложных позициях как грещук вынуждены просто избегать этого именно чистый запас и запасение подготовки уже да тем временем характеристично сделал ход cd как мы и ожидали так пока мы не видим сейчас мы увидим сколько времени потратит грещук но судя по всему тугунде 5 сразу до конди 5 ну как сказать сразу у него он потратил подачу 27 секунд то есть он все поближе около 40 секунд на ход извините меня после следующего хода уже труднее мне кажется просто подводятся один довольно таки да ну может быть конечно грещук уже это все считает наметил ответ хорошо если наметил так теперь значит что у нас матч происходит у корякина просто лишняя до выиграна позиция просто где он или выиграл за это время а там такой просто зиму что ли получается что да в той позиции на которую мы остановились где я предлагал ферзи два вот так и маньяфер ферзи за двое ферзи до 20 у них 5 так и было конь е8 слон d3 здесь уже ну я в принципе чувствовал что у корякина лучше было бы хоть раз вместе конца 4 просто пациента было здесь непонятно за что просто мне кажется просто зевок потому что других обисти не просто не может быть туда в общем лишняя пешка большой перевес техники у корякина блестящие я думаю что особых сомнений в результате этой партии нет то есть а вот сашикеран тамашевский такое впечатление что у белых до сашикеран как-то нащупал лучше свою игру чем тамашевский я думаю это сейчас сейчас где-то же 5 как-то да там позиция тамашевского очень-очень опасной но правда она сложная немножко больше времени прямого наверно выигрыша у белых тоже надо так и до лишняя пешка но в остальном позиция черных выглядит как раз хорошей поэтому я даже не уверен что у ютюбова перевес уже можно сделать какой-то ход типа ладья c5 и может придет пешку где-то отыграть ну и мне кажется вот если отыграть тогда вот белый может а и уменьшу сиденья в 4 поте ладья отца вот вот это мы грозим опять коня поймать просто грозим ну что-то я не думаю что у ютюбов здесь перевес будем надеяться что не хуже но скажем такой примерный вариант мне кажется сейчас конь c2 е в слон f3 конь e4 шаг слон e4 слон e4 конь d4 и ладья g8 просто ну да ладья g1 а ладья g1 уже на e3 а то есть даже я-то думал что это около равенства а тут получается что может быть у белых и хуже гранат 4 ладья c8 вот я вот такой вариант потом f4 но там нет да ну вот конь c5 конь d4 к таким мы думали вот да но я-то думал дальше с идея 3 многие пошли на 3 всегда и солнце 3 коня 4 и видим это здесь не проходило но все равно не мог развить угов пойти скажем вместо упрощений на которые прошло много не пойти ладья c1 покажет просто сделать ну да все таки как-то подготовиться именно к игре по линице солнце 3 все равно да да наверно ну насчет все таки все таки дебют видебова данной партии можно себя не до конца правда так а что ты получает если у тумашевского хуже него грищука опасные позиции доводятся один ну конечно сделал ход так ладья c1 пошел как мы как завинка не предполагал да и теперь очень важный вопрос сколько времени у грищука уйдет на следующий ответ ну да потому что от это очень много мне кажется зависит дальнейшем вот этот ход можно будет посмотреть и наверно и наверно на брейк просто очень интересно какой ход ну да то что насколько неприятно такую позицию с малым количеством времени ладно если еще время есть как-то аккуратно нужно эти защитительные защитные входы просто все фигуры белых участвуют вот так называемый даже в атаке даже не на короля ну словно c8 еще хода не сделал и это же не могу предположить когда он сделает вообще ходу да у россии просто опасная ситуация в матче сейчас потому что несмотря на то что на огромный перевес карякина там не очень опасные позиции и увидите в черных цветах и даже вы вызовите голову сходу не нашли равенство запеклах то есть даже там может быть у него просто хуже но я думаю вот если ну хоть ведь его все-таки его лишние пешки этому как-то на ничью все-таки почему-то у меня такое ощущение что он сделает а а вот других даже ничья для россии не знаю мне кажется уже минуту где-то прошло я вот сейчас на другом онлайн да тоже поставьте водя до 8 теперь у него данный этот ход грещук потратил примерно полторы у него сейчас две минуты 9 секунд значит ну ладно 30 секунд на ход у него всегда будет но в какой-то момент уже будет почти не почти не больше да то есть в принципе учитывая сколько успехов грещук добился в блиц турнирах то может быть для него 30 секунд на ход не так мало но не знаю сейчас ладеев до 1 просто сделать вот нет он может быть на мышке подумайте привыктивные оценки позиции то что цикно цикно там а позиция позиции ладья до 8 грещук пошел предлагаешь ладья до 1 вот ученый как-то успеет все таки развиться ну а как на кусон до 7 же пусть осием да да но пусть он они там какую-то я извиняюсь я же мог даже сейчас пешку выиграть ходом слон до 5 вместо ладья до 1 об этом сейчас крик хари кришна и думает или или там не выигрывается просто надо проверить потому что еды конь c7 этому если ладья до 6 тогда слон c5 это тоже тяжелейшие потом может единственный тяжелый или нет а слон c5 ладья до 7 и коня 8 нельзя просто на слона и сыграть просто то есть не на черный успевает и даже где-то с темпом ну ладно пока хари кришна думает а полчаса так что позиция все равно у него лучше но ведь это мне кажется можно но он будет неприятно вот ладья до 1 но все-таки наверно мы не должны забывать насколько сильно грещук играет том числе в 10 нотах поэтому тут все-таки все-таки в первую очередь думать о шахматной составляющей но но сладья дадим поиск ученых реально кажется опасно я думаю если был бы другой шахматист на позицию оценивали полива пессимично из месячных тем временем так тамашевский пошел c5 саши кирам может взять на вы 5 но там все-таки цепкой а можно зря мы тамашевского так похоронили вот на самом деле все все не так плохо можно еще потому что просто с виду позиция не правда не все докупить я не нравился там сказал что надо пил как-то мат какой-то затем даже подумал же вы не эти дети вы же 5 наши теперь и 5 но чтобы уже дальше были идеи атаки то есть ну правда тогда считать если мат не поставить будет плохо в любом случае значит мы тоже сделать большой перерыв и потом продолжим уже на английском языке ее число Floosh Дверде she's loved we法 быть в上記 judgments the sixth round of험ка Bo 대한 чемпинší алексея широкова подзарем андрея сом bee covering marathon just like a previous устран сотens ану И я хочу сказать, что сегодняшний round будет гораздо интереснее, чем прошлые два года. Есть так много интересных игр, что мы даже сделаем нашу русский-speaking сессию более долго. И я хочу сказать, что вы, дорогие английский-спектаторы. Есть одна матча, которая будет решена в одном из них. И это матча с США. 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 Меня Wähled отании Куба еще есть 7. Соответственность. Насle 아침 в том, что три synthes的是 just gaining нескольких ropes. Я уже癒 aesthetics. Чистотыmes нового. Так как два игровых ролика. Для них только один из игроков. Я мешаю их,of mich,мэCU огонь. Но есть один из игры «Е块» отzilона. Соответственность незамечительства versus Alyarm. So, this is the only game that is left in the match and this game is going to decide the outcome of the whole thing. So, I will just promote the game. Yeah, so... Okay. Yeah. So, it was for Knights Opening. Okay, it started with Rui Lopez, but then Wei Yi reminded everybody that there is one more way to avoid Berlin. And it's not castle, it's not d3. But it's Knight c3 turning into four Knights Opening. So, Knight d4, Bishop a4. Here, Rothstein plays c6. The alternative is Bishop c5. Okay, I don't know that much about the current state of theory. So, I can say that c6 has been played by many strong players like Shahriar Mamedyarov, for example, long time ago. So, and this is precisely the game Rublevsky-Mamedyarov that was won by Mamedyarov confidently in 2006. But it's precisely the game where Wei Yi has managed to improve White's play. So, it's Knight takes d5, d5, d3, Bishop d6, f4, Bishop c5. So, White cannot castle. Ed, castle, d takes... Ah, yes. This is where Rublevsky played Knight e4. Which was just a bad move because of Knight takes, Pawn takes, Qh4, G3, Qc2, h3. Threatening Qg2. The threat is practically unstoppable. So, on Midyarov won more or less easily. So, Knight e4 is obviously a mistake. But d takes c6 was also played before. But after bc6, I think... Yeah. H3 was a new move. H3, yes. It's a new move that Wei Yi played. Okay. When we look at the position, it seems that Black has full compensation for two pawns. His pieces are developed and White, King goes to d1. So, it's still... For me, at least, it's hard to believe that Black didn't have better options. But the way game went, Wei Yi's position was getting better and better. Which was really surprising. So, King is on d1. Black even take one pawn back. But Rook e1. And okay. If Black changes... Yeah. Black changes the rooks on e1. White took with the Queen. And now already White wants to develop his Bishop. It's quite clear that somewhere around here Rogen did something wrong. But... Not so easy to suggest anything concrete instead. So... Bishop f5. An active move. But now... Maybe Rogen is this tactical shot. Queen d5. Queen f8. Bishop takes c6. Because... Wei Yi wins the second pawn with this. And also... Changes the bishops. Changes bishops. Then... Takes one active piece from Black. Uh... So then... Uh... Yeah. Knight xe6. Queen f5. Knight goes back to d4. Queen f4. And now it already looks like White is just two pawns up. But things are not so clear yet. So... Rogen found... Very strong moves here. Rook e8. Mission d2. Queen e7. And okay. This position that we left... This position that we left... This position that we left... We left... When we were having our Russian speaking session. And... Um... We thought that... Uh... White should probably give... Uh... Back one... One of two extra pawns. Uh... By playing knight e4. And... After f5. Playing c3. So... Exchanging on d4. Queen takes e4. And okay. Here we thought that... Uh... Probably... Black doesn't equalize completely. But... But... Now maybe I can see if... They can take on e4. And take on b2. Or... But then... Rook e1. We want e4. Then... This endgame will be unpleasant. Okay. That's what we thought. But... I also understood that... Wei Yi... Who was thinking quite long at this moment... Could maybe find some other idea. It's interesting that Wei Yi... Had still... Old time in the world. He had maybe 50 minutes at that moment. While Rothstein already had... So... Like 6 minutes to reach... He moved forward. Okay. With half a minute additional time. But still... It's... It's not enough. It's not so much. It's still less than 1 minute per move. So... In the complicated position it's very little. So... We played queen g5. Um... So... Queen b7. B4. We thought about b4 one move earlier. Then... Black would probably play bishop b6. But then we didn't find... A good continuation for white. Ah... It's interesting... Just to... I would like to mention... How careful white must be. Because... I thought for a while... That queen e4 was very strong. With the idea... Let's say... Queen d7... Queen d5... And then knight e4. But then... Black goes knight... Queen d8... And white... Has nothing better than returning... Uh... On f4. Because... Otherwise... After... Queen d5... Queen f6... White just gets mated. So... Um... So... It's... Typical for such... Complicated positions. One roaming move... And things can change dramatically. But of course... This... This is what... A godmaster chess is for. That... You cannot make... Bad moves in such positions. So... Queen g5... Queen b7... B4... Okay... Queen c5... Wasn't possible... Because... I think... Queen g2... And... Yeah... Blacks are mating... Yes... Yes... Queen c5... Exactly... Queen c5... Queen g2... And no defense... From... Queen f1... Mate... So... B4... Uh... B6... Uh... Queen d5... Ah... In a way... When he managed to play... Almost my idea... To bring the queen to g5... And... Black doesn't have... Queen f6... Now... But still... He needed to play b4... Uh... First... Because if he played... Uh... Queen d5... Black would also take on b2... And then... Okay... Threatening mate... So... Rook c1... Is the only move... And now... Of course... Black would be b6... And... It's only one corner... And still some initiative... So... B6... 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 Queen d5... Uh... Now... Queen c7... This... Y doesn't have... Ne4... Uh... So... King c1... Uh... Trying to get to b2... Uh... Rook d8... Uh... Okay... We already... As I already mentioned... Trottstein was in... Uh... Big time... Pressure... And... Still... He finds... Quite... Interesting moves... Because... Now... Queen e4... Maybe... Can be answered... By f5... So... Where he plays... Queen c4... Queen g3... King b2... Queen takes g2... Knight e4... Giving... One pawn... But then... The other... But... Consolidating his position... Completely... After... Queen takes h3... I was thinking... He would... Find... Look for some... Attacking chances... But he prefers... Just... To go for an endgame... Queen f7... King f7... Knight g5... King g8... Knight h3... Yes... White has pawn now... But... Such endgames... Can be very tricky... Because... Okay... White has passed pawns... And... Sometimes... The number of pawns... Doesn't matter... So much... Because... Now... Rottstein plays... Yeah... Because... Now... Rottstein plays... Knight f3... And... We... This is... Exactly the position... On the board now... And... I have to say... That... I don't find it... Correct... What we... Did in last moves... Because... Because... Okay... Black can... Push the pawns now... So... Let's say... Bc3... Seems logical answer to me... But... G5 already... Comes... On the other hand... Black also needs to... Have some... Time to... Bring his pawns into the game... Because... For example... He's not threatening g4... Because of knight f4... He has to... Make one more move... Like... Rook f8... Meanwhile... White can start with... A4... But... But then... Black goes... With his bishop... To e3... Where bishop stands very well... And g4 is threatening... Just cutting the knight... Yeah... No... So this position can be... Dangerous for white now... Okay... I think... Queen f7... Was... Was not a correct move... I was thinking about... A4... In this position... Yes... Because... White's queen is very good... And... Yeah... Rook c8... But... But... Now... But it's okay... Play knight c5... That's probably not big... Ah... Then you take... And play knight e6... Yeah... Or just queen d7... Yeah... Or queen d7... Yeah... But also... Was check on b8... Or not? It wasn't quite unpleasant... Yeah... Maybe... Yes... I have to play king a2... But okay... That's not good... What you want... Yeah... So... Rook c8... Is a threat... So that's why... He wanted to play... But how about... Rook e1... So... To have some knight d6... After rook c8... Okay... The problem is that... Maybe... Black just goes... Queen d7... But this... I think it's... Good if... Queen goes... Queen goes back... Then some... Rook g1... Bishop h6... Some tricks can be... Mm-hmm... Ah... Bishop f4... Okay... He played... Yeah... I mean... While... In this position... Bishop f4... I think... He's not just letting... g5... Yeah... Otherwise... You mentioned... Right... That g5... Bishop f3... It's quite dangerous for white... Mm-hmm... Bishop f4... Is correct... Because... I thought... Rook d4... But I forgot... That rook is not... Attacking the bishop... So... It's only attacking the pawn... But then... Even... King d3... Okay... Now... Rook f1... Is a threat... But now... Rotshteyn... I think... Found... Correct move... He plays... Bishop d4... Check... So... C3 is only... Bishop f6... B4... Knight d4... Yeah... D4... Knight xd4... And of course... White cannot... Take the knight... Because... Then... His king is back... On b1... And... Taking rook d3... Yeah... Blacks are winning... Yeah... Okay... So... Of course... Not d4... But now... Black also wants to play... G5... So... One... And... I think... Knight f2... Is only a move... Yeah... Ah... He already played... No... No... He didn't... Yes... Now he played... Yeah... Mm-hmm... So... Now it's... Interesting moment... Because... What should... Black do... After g5... There is some... Ne4... Coming... But... Still... I think... I like g5... Even here... Why not... And if... Be3... Aha... Then... My pawns... Will be not... So fast... Also now... I just want... Take on a7... Maybe... Yes... You are right... But... Rook... Rook... Then... Ne4... Yeah... Somehow... Bf6... Is not... Because... Knight on f2... Now is... Ah... But... Bh4... Is not possible? Or... It's just bad... Yeah... Even... Rook f1... Yeah... Possible... Mm-hmm... Well... Rook f1... I have... This g5... Then... Then... Knight e4... Yeah... No... I don't... I don't know... This... Um... Okay... I was criticizing... VE... But... Maybe I was wrong... Because... After bf4... It's still difficult... To find... A decent move for... Like... Just... Rook f1... Yeah... Completely... Strong... It's... Of course... This idea with... C3... Knight f2... Mm-hmm... It's interesting... Knight on h3... Not badly placed at all... Because... He's just stopping the pawns... Black's pawns... Mm-hmm... Yeah... It looks like... Black has initiative... But... 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 Then... Turns out... That... Not really... I wonder if... Knight f3... Is already... Mistake... Otherwise... White also has... A4... A5... No... Okay... If not knight f3... Then you don't have this active play... King side... With the pawns... With the pawns... Mm-hmm... Yeah... I'm thinking now... Rook c8... Instead of this... But... With the idea... White cannot... Baba then c3... No... It's... No... It... It doesn't even deserve to be mentioned... I think... So... Okay... Yeah... Probably... White... Is... Should be played... Yes... The... Bishop h4... Well... It's probably correct... But... I think... Now... White can also play... Bishop e3... Attacking the pawn... Bishop f3... Rook c8... Or... You just don't sacrifice... Knight e4... Yes... Knight e4... Is... More than... So... Bishop e3... Stronger than... Rook f4... Mm-hmm... Well... Rook f1... Should also be... Enough... Because... After... Bishop f2... Rook f2... Rook d3... White... Maybe... Can play... Bishop b8... And... Knight e6... Yeah... But... Even... The... White... Pulse... Seem to be... Faster... But... Okay... With... Bishop e3... I... Just want to take... This... That's... Already different... Yes... And... Meanwhile... We played... Bishop e3... Okay... So... We can make a conclusion... That... Probably... China will take over... Yeah... China is going to... Win this match... Since it's the decisive... Game of the match... And... Will be... Definitely... Leading the... World Championship... And... We are turning to... Ukraine... Cuba match... But I think... Ukraine... Two... Very promising... Games... Yeah... Um... Because... In Ukraine... Cuba match... We had the game... Of... Yeah... Ah... Okay... We... We... We stopped... Looking at that match... Because... First... The points... Were... Quite... Uneventful... Draws... And... Then... Yeah... The game of... Yuri Krivoruchko... Against... Yuri... Gonzalez... I thought that... It would also... Finish with some... Draw... But... In fact... Looks like... Gonzalez... Did something... Very wrong... And... Now... Krivoruchko... I think... Is just going to win... Yeah... So... So... Already... Krivoruchko... Wins the pawn... At least... And then... He would have positional advantage... So... And... He can play... Queen's endgame... If he wants... And... I think... Queen's endgame... Extra pawn... With positional advantage... In these cases... Should be just winning... But still... Why to have to fight... To get this endgame... I think... Yeah... Yeah... That's... Because... Before... I thought... It seemed that... Ilyanov had big advantage... But then... Kisada... Then it became... Not so clear... So... Kisada found... Some good moves... Yeah... Some counterplay... Yeah... And now... Okay... But... Ilyanov is still better... I think... So... Yeah... No... So... For Ukraine... The match looks very good... Because... Now they are clearly better... Both... Resting boards... So we can maybe... One of them... They will win it... Yeah... So it looks like... The prediction is now... Very easy to make... It's... It will be... Ukraine and China leading... With already quite... Big advantage against... Other teams... So... It's... Very probable... That they... Would also take... First and second place... In the end... While... I think... The... Fate of the third place... Is not... Yet clear at all... Because... There are very many teams... That... Can still take... The third place... In this championship... Um... Okay... So now... Maybe we can see... Some other matches... Of those teams... Who are... Who can still hope... For the third place... Probably... Not for first or second... But maybe... We will just see... Maybe there are some results... In Egypt... USA... Because today... We didn't speak about... Yes... Just to... See if... There are any results... Mm-hmm... Okay... Then... Basim... I mean against... Samuel Shankland... Is... Yeah... Is draw... Lenderman beat... Semishoker... I think... Semishoker... Didn't make a single draw yet... But he won two games... And... Both games were... Even according to his name... I mean... He was... Playing very... Attractive chess... I would say... In that way... So... But okay... Today... He lost against... Lenderman... Also... He tried to play some... Complicated chess... From... From what I can see... But... It didn't work out... Uh... Yeah... Somehow... It seems that... Interesting game... Yeah... Interesting game... From some Kings Indian... But... Think he got into tribal... Very early... So then... And two games are still playing... So... Add Leonishuk... Is... Probably going to be a draw... But maybe still... Blacks are better... Or... Yeah... But it's very little... And... Uh... And I also suppose that... Uh... For the team situation... He doesn't need to play... For win so much... Okay... I understand that... Uh... Probably... Also... Sometimes... Maybe... Pawns in the games... Could be... Yeah... Lost for white... Yeah... Maybe after Rf5... I don't know... If I play h5... Then Rh5... And Rh2... Quickly... And then my King... Will be cut... Rh5... Maybe Kg7... Probably... I can... Even... Exchange the rooks... And some pawn... At games... Could be... Quite dangerous... Yes... Yes... I understand... But... Still... Black has a good defensive plan... Because I can... Put my King... Rb4... Rb4... King on c6... And then Rb4... And then sometimes... Ah... No... But then Kg5... And... I need to make some more moves with the King... B6... A5... But it's too... It's too slow... It's too slow... Yeah... Mhm... By the way... Where was... No... But... Look... What was Y doing before... The position is dead drawn... Uh... They were repeating... Onishuk... Yeah... They were repeating... Onishuk was just trying not to lose... But then... Adler played this Kd6... Which seems... Uh... Crazy move... I would say... That way... Yeah... Because after Kd6... You can only... You can be worse... Just... Yeah... Yeah... Because... On move... I don't know... But there is... There was some slight trouble for white... But... But okay... Still he had to not go with the King to the forward... Yeah... He could play... Just Kg3... And I think... No... Then B4... Then B4... No... No... Kg5 he played... Rc5... Then Kg4... Just turn... Just back... Yeah... But then Kg7... And Kh6... So... Still some... No... Kg7... Then maybe Rd3... Okay... No... But still some... I agree that the blacks are better... But... Still Kd6... I didn't like... No... It's interesting that Onishuk... Found his way... His chances... In the game... But I think... The critical moment came... After move 40... Because... If Adli played just... G4... Then... I don't see any chance... For black 2... Yeah... It's... It's... It's just draw... Oh... H3... Still H3... And... But then maybe I play Rb2... But you can play just Kd4... Or I can play Kd3... With the idea... Kf2... Yeah... But then... No... The idea... Black plays Rc2... Rb5... Rh2... But okay... No... This should be draw 2... Yeah... And then... Rh2... Rh1... I think... Why it doesn't come... Come with the kings... Okay... I will play G5... Then next is F5... Kf4... Kg3... Okay... Anyway... It's clear... That Onishuk is trying to win... And... Meanwhile... Yeah... Akkobian has... Also good winning chances... Because Nd4... Blacks can't change their knights... Oh yeah... So... Rf7... Probably... Then Kg3... Kd4... Okay... It just may be winning... Yeah... After Rf7... Only move is Rc6... Then Kg3... Kd4... Yes... Okay... So... It's clear that... United States is going to win this match... And... So... India-Russia... Is... A... Very interesting match in fact... Oh... We criticized so much Grishuk's play today... But... But he... Achieved quite a comfortable draw... Uh... So... Maybe we should... Show what we're analyzing... So... Interesting for us how... Yeah... Because one moment I saw... Grishuk... Still have a bad position... But then... So we can... Some... Some... Some transmission problems it seems... No... No... We have here... Yeah... Ah... But we... Actually we stopped with it... No... 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 In the center... Ah... Yes... Ah... Yes... So we stopped... With this position after move 22... Um... Yeah... Yeah... He played... He played... The move that was adjusted by Zerwen... Uh... At first... Bishop takes d5... But... I was thinking with another idea... Yeah... He played... We actually looked at this move now... But... Yeah... Could be Bishop takes d5... But we thought that... Rd1 was much stronger... Of taking into account that... Uh... Grishuk was in very hard time pressure... Rfd1 looks... Uh... It... Seems to be a much more unpleasant move in such circumstances... But... Maybe Zerwen... Maybe... It's... Um... In fact it's not that bad for black... I can play Rc6... Maybe... Um... Maybe that was the reason Hare Krishna didn't want to... Because after Ne7... Rc1... Rc1... Bishop d7... Yeah... And d5 will take Bishop d5... He takes d5... Rc7... Yeah... Because Rc1... Doesn't create so many threats... In fact... So it's... It's only unpleasant in the sense that... Black is very short of time... He has to find the right move... But... Otherwise... I don't know... It's... Probably not a big deal... Hmm... So... So... Instead of this... Hare Krishna took on d5... The main move... Um... He has to take with the pawn... Yeah... And we looked at Nc7 here... Trying to exchange bishops... Which is... Yeah... But I think we... We couldn't... Rc6 is possible here... Yeah... Rc6 would be much stronger... And White doesn't... Achieve these bishops exchange... So... 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 Instead... Hare Krishna played Rc7... With some... Other ideas... So... Probably it's... Yeah... He did correct thing... Rc6... E3... Yeah... The position is very pleasant for White... Of course... Because... This... Isolated pawn on d5... So... B6... And... Hare... Hare played Rc1... No... It's very logical... Of course... You just... To double... Rc7... So... Bd7... Nc3... Bb8... Yeah... Black has to... Make... The only defensive moves... Like... On the other hand... Counter-Attack Black pawn... Rc6... müsste play Rc6... řnt2... Might... Vy... Right... Rc6... Probably... R ук... An arbitrary reason... Izzy... Vy... Rc5... RIGHT... Yes... D6... RPC7... Why do P hört... So... It moves pt28... Hare Krishna... PторM rue. Like... Rp6... À Atape стать... Потому что вы играли с Руку и А1, просто продолжали. Вопрос в том, что Блэк будет делать? Б5 не может быть. Я вижу какие-то текущие ошибки с Бц5. Бц5, Руку Б8, да? Да, это возможно. Да, идея Бх6, Руку Б8, Блэк. Даже эта позиция может быть очень unpleasant. Нейт2, Руку Б3, Нейт4. Руку Б6, Руку Б7. Да, или Нейт Ф3. Может быть, я просто не знаю, чтобы брать на Нейт Ф5. Да, я просто взялся, но... Да, ну... Вы знаете, я думал, что Бх5, 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 Бх5 может быть просто, что-то движение. Потому что... Где, Глэк, Блэк? И Глэк, Бх6, Руку Б7. Да, или Глэк, Бх5. Кинжи-2, да? Да, и Глэк, Блэк? Да, и Глэк, Бх5. Нейт Ф5. Бх5, это проблема. Но иногда... Я думал, что Бх5, Бх5, и Глэк и Глэк, да и Глэк. Да, это так, что-то не так. Да, и Бд4 тоже. Да, Бc5 был за счет. Я думаю, это единственное движение. Итак, Харикришна играет Нк2, Бд6, Ра7, Бc5. У меня это нефига, но Мэй, Крисхук, Бд6, 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 Бд7, Бд6, Бд6. Оргий, Бк6, Бк6, Бд612, Бд6, Бд7, Бд7, Бд7. Да, Энк2 нет, Бд7, Бк6, Бд6, Бд7. Да, Мэй, Бк7 фига, Бд6, Бд6, Бд7. Так, давайте посмотрим, где он имеет advantage, потому что, может, Ньф4 не не ошибся. Ркд6. Но если он играет Бд5, Ркд7, и Рк8, и он уже ловит д4. Но почему Бе5 тогда? Ну, может, он думает, что он возьмет, но тогда он изменился. Может, он решает, что после Бе7, Ньф5, Бе6, Бе6 будет хорошо. Да, Бе5 выглядит неправильно. Ркд1, просто здесь, чтобы продолжить позитивный стиль. Ркд1, может, я хочу играть Ньф5. Да. Ну, конечно, Блэк, Сил, он имеет свои возможности. Конечно, конечно. Но я думаю, что я согласен с вами, что здесь я люблю Ркк1. Ньф2, окей. Очень хорошо. Если Блэк играет Бб5, то я могу его двигаться к 4, но Блэк 2 делает его самостоятельно. Я думаю, что он работает. Окей, и если Блэк играет Рк8, Д4. Я думаю, что Блэк играет от Д4. Я думаю, что Блэк играет от Д4. Но Блэк играет на д4. Бх8. 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 Теперь я думаю, что нужно быть осторожным. Потому что... Он смотрит как... Он смотрит как он... Он смотрит на это. Рд1. Рк2. Бх6. Рх2. И они готовы. И оттенок. Но он не стал играть на игре. Но он не стал играть. Только он не стал играть. Он мог бы думать о том. Но, конечно. Но теперь не так. Но... Крисхук не стал... Это не первое, что он видит лучшие мобороны. У него нет времени на час. Но, конечно, Харе Крисхна... Он не знал, что он не знал, чтобы проверить его позицию или сделать практические проблемы для Грищук. Потому что, как Харри играл в этом позиции, не было особенно впечатляет. Поэтому мы никогда не знали, что Грищук получил правильное решение, что он не знал, что он не знал, что он не знал. Но, судя по факту, что он получил правильное решение, это было правильное решение. Потому что Бх5, но мы анализировали очень интересное движение. Коя3. Это новое, но никто не играл Коя3. Но, после Бх3, Бх6 check, Коя3, Ркд1. Это было очень сложным, что это было очень сложным. Это было очень сложным. Мы думали, что Бх6, Ркф1, Х5. Это очень сложный, что Грищук может быть опасным. Но это не только Коя3, но нет, чтобы не только Коя3, но и другие. Это было бы просто 2 человека. Но, я думаю, что Грищук был опасен Коя3. Потому что если Бх6 takes Коя5, если Бх6, 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 Бх6. Бх6, Бх6, Бх6. и как то случилось, что происходит в игре, в игре было довольно реальность, в мой opinion. So, obviously Qa3, который был опасен. Maybe, I can... I can guess, after Qa3, there are so many complicated lines with BxA3, BxB6, BxB2, Rb1, Аб5, Нб5. Я могу сказать, что Гришук spent so much time calculating precisely these lines. After Нxc4, Бxc7 it looks like black is clearly worse. And maybe calculating this, spending so much time for this he just didn't want to calculate Бxc3 with such a depth. That could be the reason. And then just seeing that he has very little time he prefers to change wins as the most practical decision. This could be. Okay, meanwhile Karjakin had big advantage in this game. He's still winning. It's very interesting in the game of Tomaszewski. Yeah, most of Tomaszewski is already better. So he didn't repeat the moves 2-3 moves ago and earlier. I was also wondering about Vityukov's game. Ah yes, exactly in the position where we thought his position was getting dangerous he found the best move by changing the hooks on move 27. still A clear way to just equalize the game. Yes. And then on move 30 Black was facing a choice either to try to continue or just repeat the position. Well, I think repeating the position was a wise decision because Black has full compensation for the pawn but it's still an extra pawn and I don't think Black has any winning chances here. yeah. So it was correct drop by Vityukov against Vityt and probably Russia will win today. Yes, Russia is going to win because Karakin is already winning and even Tomashevsky we can see his game. Now he will just have better queen ending. So on move 26 the position was very complicated from Sashikiran Tomashevsky game and at the beginning I even thought that Sashikiran was better. Somewhere around move 27 I thought maybe White could already try some attack on the king side like by playing G5 HG and maybe queen H5 looks very dangerous but maybe Nf6 I take with the bishop and after bishop 6 I just take ah yeah maybe by this trick Tomashevsky You can take an e5 Yes but I still do this g6 yeah this is what saves otherwise black would be just nearly hopeless I think but g6 and then suddenly everything is in order maybe queen h6 now I don't know even bishop g7 queen g5 seems more or less equal okay c5 and there black is better but maybe black can even play bishop e7 be more ambitious it looks dangerous but why at least bishop f8 yeah okay but bishop f8 white takes okay so then no but still my feeling is that g5 had to be played how about fg5 now you mean bishop g5 look at 7 yeah well I'm not sure I meant exactly that but why not yeah why not because queen h5 it looks really very dangerous yeah king f7 queen h5 2g8 and maybe g7 yes it's an old Emanuel Lasker's game but maybe knight f6 maybe doesn't didn't really work this time nice okay but then maybe queen g5 with some compensation yeah but compensation but knight fatal no but actually bishop e5 at least yeah but maybe after bishop e5 black can sacrifice queen they have to because there's no other move no but it's a good position black it's probably better yes but you can take rook d8 and bishop e5 it's just winning I think or not you can check it just take because he can take with the queen yeah takes bishop e5 no but queen d7 but ok bishop g we can do bishop g7 now but knight h7 always comes and queen g6 ah queen g7 yeah I can take on g7 knight h7 bishop e5 no no then rook comes to g2 yeah so ok but knight f8 of course you can play rook f1 but it's no but as I said I not sure I meant exactly this because actually I was thinking about queen h5 and now after bishop f6 white has rook d7 and this seems winning and also you had queen g4 yes h6 maybe two but yeah of course this is also but if queen h5 if black has to play h6 it looks very close like I don't know e5 maybe knight e5 bishop e4 so terribly dangerous for black but on the other hand maybe still nothing concrete ok but then we will check queen g4 later on yes you are right here because bishop f6 I think it's not possible yeah bishop h6 is the only move but this I know look f7 it's already draw maybe king f7 rook f1 king g7 now the only move because otherwise why not king g8 bishop g7 maybe you could take at the first because now look f4 or f5 yeah I'm not sure now but this looks like maybe draw it's still not winning for white I think draw I can achieve by enemies maybe I can play bishop g7 now as you said and f5 but then knight f6 I think it's now time for perpetual like this ok but anyway g5 to me seemed very interesting move because somehow e5 closes diagonal for bishop and now it's much more difficult to create real mating threats mating ideas so Tomaszewski played c5 and also his counterplay goes very fast so now after g5 c takes before queen c2 so it's definitely not the same as a move earlier so now Sashakirang has to already play c3 and it was taking cb cb and knight b6 so queen takes b5 rook d1 rook d1 queen c2 so the game went relatively forced yeah rook g1 i don't know what to say i mean as a more or less an attacking player i would always think that it's better for white to try to attack at least if you have equal possibilities rather than suffer in a position like this yeah so that's why i don't like what Sashakirang made on move 24 so queen b6 bishop f8 f5 okay it's an activity but it's just fighting for draw yeah of course queen takes e5 it's not that attack what we want fe fe rook e1 rook f1 rook c3 also so rook f3 takes yeah and white is really suffering in the same game because he has more weaknesses weaker king but so Sashakirang gave this check on d8 king f7 uh-huh it's interesting that Tomaszewski played king f7 but in fact he did it just to win time because he played 27 king f8 once again king f7 and after 27 he goes back to g8 back to h7 so narrowly escaping three repetitions but there is no repetition okay okay Alexey I'm sorry just I have to leave you in some five minutes to talk to our TV and I will back soon yeah okay of course okay so so king h7 Tomaszewski could play earlier but he plays at 14 bishop e4 queen takes e4 queen takes d6 and queen e2 check so we have now this position okay let's try to evaluate it well one thing is absolutely clear is that it's black who still can think about winning chances because white cannot even avoid even a perpetual check but the question is how real are black winning chances my intuition tells me that not very real that after king h3 okay black can play queen f3 threatening mate but maybe white can just play queen d2 now and okay black can never exchange queens because the b4 is a strong past pawn and if black takes the pawn then queen c2 check I think there should be perpetual although who knows king g8 queen c8 king f7 queen d7 king f6 is the only way to avoid a force draw but then queen d4 no this is this is a force draw okay that's a very important thing that black can almost never take the pawn on a3 if white can give this check from c2 so as I said king h3 okay I evaluate this position more or less as drawn but maybe one more idea queen e4 well queen e4 is not our queen was already on e4 so if it goes king h2 is just repeating the position yeah so okay so we have Voruzhan Akubian studio so he will assist me with this session and okay so what do you think about this Shkeran Tomashevsky game I think it should be draw now yeah actually I was told maybe I should show the game that I played today okay okay of course should be drawing yes 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 okay we don't have a special board for this so we can to use any board that we have already been used before okay maybe this Hare Krishna Grishuk board as they finish their game already okay so so then yeah we'll go at this here okay so we can open this board yeah okay yeah I'm playing white yeah okay maybe we can load first move and then you should try to yeah well maybe we can just put new mainline yeah sure and yeah and then take it before move so we make it clear that it's your game maybe you can type your name and the name of your opponents so okay so maybe we kept a letter okay just yeah I don't know if it's here yeah yeah okay okay so yeah so I was playing board four for Egypt and international master but he actually had pretty good results he drew two grandmasters and he was winning against China also so I had to be very careful so he played knight f6 c4 e6 and I played knight f3 and he played bishop b4 check knight bd2 castles so this is here we play this move d6 here it's really new I mean this well yeah you're right that it's relatively new move in the sense that I learned about this move less than one year ago that it really exists of course there have been games before but somehow grandmasters didn't pay much attention exactly they always played d5 this is the main line and very sharp so I played bishop d3 and now he played e5 here so I remember something like this I don't think I can take this because I think he gets a very interesting counterplay with knight g4 ok to say I don't have a concrete knowledge of this position so let me try knight df3 knight df3 yeah he takes knight hc5 bishop f6 so if I go back if he go back I thought he gets some activity with knight hc6 bishop g4 so simply playing pawn down but with active good squares then it's enough for exactly he played fast so I thought maybe this is I wasn't very aware of this line so that's why I played I didn't want to take too many chances with this extra pawn so I played b3 here I just want to play bb2 I remember seeing something similar I think Sasha get around a game in a similar position so now he played and after d5 normally black goes with knight f2 d7 and then a5 and f5 okay there's all those ideas yeah I wasn't so sure because my knight on d2 is a bit misplaced so he played rook e8 now I played bishop e2 he took and he played bishop f8 I looked at the d5 briefly but I didn't think it's very strong so I was going play e5 and so knight g4 you play e6 is 4 yeah I have e6 ideas and yeah yeah a lot of pieces developed yeah they're on good squares because your knight on d2 will come to f3 and d5 yeah so he played bishop f8 and I played castle and now he played knight b7 so now he maybe wants to go knight e6 a5 or maybe even knight e6 it's I have some space so I thought maybe I should just control this c5 square yeah so my question is couldn't you play b4 instead of b3 on move 8 I could have but then it's if I played b4 here immediately I was little bit concerned about some a5 immediately and so bishop b2 then ab yeah bishop b2 maybe he takes some d4 some knight c6 maybe knight c6 i guess maybe i'm still slightly better than knight c6 but it's different kind of game of course yeah so i wanted to get this you know just kind of try to build up later so it's a g6 and here i played f4 just to try to control more space so he doesn't have knight g4 yet so bishop g7 and now i played the move queen c2 originally i was planning to play rook a1 but he played a5 immediately and i realized that rook a1 if i play he takes and somehow i don't have enough time because now he has some b6 ideas and also some rook a2 ideas at some point so i wasn't so sure maybe you can try some both alexis like bishop c3 or h1 yeah i could i think it's two plays maybe queen b6 knight f3 i thought in this case there was only one knight d2 f3 i understand that yeah okay so knight something happen with this maybe we go back here or yeah okay oh oh what to do now i don't it's uh maybe just get a new board or do you still need this board no not that we need this board but we have to do something okay i think it looks like this is your position yes i think we can continue like quince it's good it's glitch kind of glitch yeah nice run okay so 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 bishop perfect b4 g6 a4 a5 a1 yeah i decided to play just kink to h1 maybe just get a new board yes we have to let's just close this board somehow can we just open some other board yeah or just open new board just buy new board okay this any finished game already well maybe okay maybe i do we use that board for the matches of armenian players but you also have armenian players in the way so we can yeah okay see this board is gonna work yeah okay so c4 no now e6 okay so it's new mainline yeah okay once okay now maybe text after but it's so once again okay maybe just quickly yeah let me quickly get to this position castle it's black smoke bishop и он играет в ч6-3 и мы говорим о ра1 и мы как бы прохватил кх1 и мы взяли к6-5 и я думаю, что он играет на н2-f3 и вот он играет на н2-f3 и я уже говорил, что он играет на н2-f3 и он играет на н2-f3 Тук. Тук. Тук на 1. Р he took back with the rook. Now he played Ng4. I was considering Qb6 for him here. Can he try a c5? I have c5, also I have Bd4 idea if he takes. I have Ra4 dropping the queen. So I had like two ideas Bd4 or c5. C5 looks very interesting too. And if he takes, I could Knight c4 So Qc7, yeah, I was considering e5, and now my d5, my d6, if he takes on b4, I take on e8, so that's why that doesn't quite work, the queen is hanging, and if it goes to rook d8, I think, maybe rook f8, and I had some idea, like Bc4, maybe, I'm not absolutely sure that this works, but I was trying still to calculate a little bit, so, yeah, where is it, you cannot take, like b4, xd3, and just, yes, black is, yeah, no, I'm winning, well, you still have compensation for pawn, but that's probably not what you wanted, yes, I also had bishop d4, but, again, the main idea is that he cannot take, because after rook a4, the queen is trapped, no squares to go to, but he, c5, and, he could take it, he could take a knight c5, he wants to go Qc7 next, yeah, but his pieces suddenly became very active, and, okay, his pawn weaknesses are not so important, so, yeah, I wasn't absolutely sure, you know, maybe Qb6 is best to try, so he played knight g4, played bishop g7, can be very dangerous in such positions to change this black square, bishops, because, yeah, the other bishop is still on c8, is out of place, so, yeah, and here, he played an inaccurate move, because he could have just played Qf6 immediately, but he played king g8, and played Qf6 after that, so, I think, if he's going to play Qf6, he should do it right away, yeah, because you have to take it anyway, but, I will take, if he takes, I still play king g1, I mean, this is, this is the game, just, he had a, he had a king on g8, basically, I mean, uh, can, uh, can, uh, can Black play now knight h5? Yeah, it's very similar to the game, actually, with g3, and, but, uh, with the whole tempo? Yeah, with the king on g7, it's much better placed. So, maybe f5? Yeah, maybe f5. Okay, you show the game, and then we'll see if there is a difference, so... No, there is a difference, absolutely, there is, uh, we'll, we'll, we'll see right now, so, he played, uh, okay, so, uh, playing g4. Yeah, maybe we can make it as a main line now. So, I took, took Qc3, uh, yeah, he played king g8, and I played king g1 here. So, you won the whole tempo, and the king is on g. Yeah, uh, yes. Ah, but Qb6, you want to play c5? Well, wait, sorry, sorry, I played Bc2. Yeah, no, that's not being Bc2, yes. Um, and now if Qb6, I'm planning just to play h3, so... And Qb3, you probably take and play Bd3, and then Black doesn't trouble. So, he played Qf6 here, so we got, uh, similar position, but now my bishop is on c2, I think it's, uh, a little bit better on c2. Uh, and now, well, he doesn't have any, uh, concrete ideas, so he has to try to create this, some counterplay with Ngh5. G3, he played f5. So, originally, I was thinking maybe to play Ra8 here, but after, uh, Ra8, Knight, Knight goes to d7, Knight goes to f6, I'm not, uh, absolutely sure. He also has Knight g7 idea, if he wants to maybe recapture with a Knight on f5. So, I thought, uh, uh, this was a nice move. I played c5, so I'm planning to go Knight c4, Knight d6. And he took on c5, actually, I wasn't absolutely sure what's going on after this move. I thought I'm still probably a little bit better, but there was this, uh, crazy line. I take on f5, he takes on c5, on g6, he takes on b4, and he takes on f5. So, with the King on g7, that would not be under check, so you could think about some other... So, um, I think White is still probably better than Knight c4, Knight d6 ideas, but I think this is a critical line. The way he played, I think I got a pretty comfortable advantage, I took. Now, in, you know, I'm already, maybe you think, play e5, Knight c4, Knight d6, so he took Knight d6, Knight hf6, Knight d6, rook e3. Of course, this looks like, yeah, we should be winning slow, but... Yeah, I think this is precise, rook a8, rook f3, check, check, King g7, check, and he played King h8. Um, so I want to go to h6, because I Knight f7, and King will be very quick. So, King g, this is what I was calculating, the main idea, but I think I'm still better after Rxp7. So, rook should come to c8? Yeah, Knight d3 is interesting, just, uh, attacking my bishop and threatening Rf1, but after Bb3, now, next one is Bb2. Bb3 is very strong here. So, he has to play Rc3. I was trying to find something concrete here, Bb3, but I think Knight d4, this should be winning. This is, yeah, just to start Knight d4, and then start playing h3. Uh, yeah. I don't have time for rook e3. Rc3, I think I might be able to take. Taking c6 again. Yes, this was the idea. Take on d5, he takes back, I play c6, takes, I think it should be okay here. Let's see, check. So, although we have to be careful about this line, maybe it's not necessary, because exactly this line, rook e1, King g2, rook e2, check, King f1, rook c2, and then Black takes also the pawn on h2, and there are maybe some tricks. Can I try this, or this is too risky? Ah, okay, of course. Then I can get this, we got it, yeah. So, Knight d3, yeah, I was happy that Knight d3 doesn't do anything. But you said that he played King h8. He played King h8, he played the same idea with the King on h8, but then there is another problem with it. So, King goes h8, I took on b7, now he played rook c3. If rook f2 also loses, rook f2, I just simply play bishop b3, and that looks very dangerous, like rook h2, Knight f7, I change one pair of Knights and bishop e6. But can I play King h6 now? Ah, no, then you take and bishop g8. Yeah. Okay, so you... I have this idea. So, rook h3, rook b3, should be h5, and somehow black is totally stuck. Yeah. Yeah. Okay, maybe even, yeah, maybe should be winning, but maybe even something stronger I have here. Yeah, I think after h5, the easiest way would be bishop c4 threading. I don't know, but rook is still on h2. No, it should be winning, but okay, maybe bishop d7 at the moment just attacking the pawn and black is pinned, so... Yes. And then you take the pawn and it should be enough. Yeah, so he played rook c3, which looks more natural, and now I played bishop b3. Oops, sorry. So, he decided to take on c5, but he doesn't have any other good alternatives here. If he doesn't take the pawn, then, you know, he only has one check here, check, I go up on g2, and knight b3, check, just king f3. Okay. Okay, I take on c5 now, but I don't know the difference with the game, so maybe we'll go, let's see the game. Yeah, let's see the game, yes, see if there is... So, rook takes c5. Rook takes c5. Rook takes c5. Yeah, so that's okay. Sorry. Alright, so that's okay, just... Yeah, Rook takes c5. Now I played knight f7 check, king g7, now knight g5. Now he can no longer go back, because rook b8 check and knight e6, winning the rook, so he is forced to go here, and I calculated that king on h6, this is winning, because now I play h3, attacking the knight. So, would it be slightly better for black now with white king on g2? Or then maybe you would have samurai... It's actually transposes, because now he played rook c1 check, it's very, very similar. Okay. I go up, now he goes check, and now not king f3, king f3 has rook c3, so king f3 is precise, and if he goes knight f5, I was planning to play g4, it looks like it's gonna be winning after... Okay, knight d4, knight d4, knight d4, knight d4, and I even had some bishop g8 idea. Not sure if that's necessary, but I can just go here. Okay, just a little remark that maybe with rook on c5, I cannot sacrifice a change on g5 and still fight, although it should be also winning for white, even just taking on h7, it should be now, but okay, c5, I'm trying something with the pawns, sure. So, so my suggestion is still, yeah, on this, yeah, on order station, move 33, maybe insert the check, king g2, and then c5. Yeah, so you do the same thing now, right? I think I do the same thing, check, so yeah, I don't have any other useful discoveries, so I still have to go check, and I need to get this knight out of here, so I just go g. Okay, so knight d3, knight d3, king f2, knight f5 is the only move, because knight d5 is very similar to the game, so knight d5, and g4, knight d4, knight d4, and you're saying we should g8, but I don't know if it's necessary, maybe not. But it should be winning, we should g8, rook g5 I will take, okay, and we should h7. Okay, just move on, but this position is, okay, I can also play rook b5, yeah, but maybe just... Rook f7, yeah, maybe rook f7. No, but rook f7, then maybe it's strong, or this thing of rook g5, no, no problem. And take takes in h4. It looks at last with a king of g6. Okay, okay, take on g5, but let us continue this, because now... Okay, attack your bishop, so you take it, and you cannot get away with your bishop, Но вы не уйдете г7, но если я играл х6, то ваш бишоп был вверх. Может быть, не надо это взять? Мы не будем играть х5, но мы не будем играть очень близко. Лучше вы, да, absolutely. Okay, so let's see, maybe not Bexg8 then. I have another idea here, actually... Could I just go rook here? This was another idea I had... Okay, maybe Rc3... Рc3... I take... And then rook back to f7 and I will have to put my knight on g7 and that, of course, is too much. Я также имею в Б6, чтобы вы начали проверить, да? Да, просто... Да, РФССР... Да, я просто думал, что КНГ на х6 он должен быть, да, так что, он took immediately, и я просто покажу вам, так что он проверил, И теперь, как я уже говорил, не КФ3, потому что КФ2, он играл НФ5, то есть идея, КФ7. Он играл НЕ5, и теперь НТУ. Потому что я должен быть внимательным, потому что он может принять ЛЦ1. Да, это позитивная позиция. Он играл НХ7, так что он играл. И очень важно, Г4, потому что НЕ4, это важно, он не имеет ЛЦ1, потому что Г5. То есть, когда он играл НКФ7, он играл НКФ3. Он пытался менять, потому что моя основная идея для КФ4. Так что я пытаюсь сделать здесь. А, после РКФ4 вы просто играли НКФ7? Да, я просто играл НКФ7. Просить РКФ6. Я играл НКФ4. И теперь я думал НКФ7 или НКФ3. Я думал, что НКФ7, я просто играл НКФ7. Я думаю, что НКФ2, я считаю, что почти мать. Потому что, в конце концов, я был НКФ7. Да, я имею в виду НКФ7. Да, это невозможно. Да. Да. О, это интересное, что вы играли на КФ3. Но не создавал НКФ3. Но не создавал НКФ7 в вашей позиции. Да. Да. Увидим, что у меня есть более развитие. Может быть, БФ4-мидиатой способен. Может быть, БФ4-мидиатой способен. Может быть, БФ4-мидиатой способен. Но я просто хочу играть НКФ3. Да. Да. Что я заметил, что когда БФ4-мидиатой играет НКФ7, то, что БФ4-мидиатой играет НКФ3-мидиатой способен. Да. НКФ3-мидиатой способен. Да. Спасибо, БФ4-мидиатой способен. Хорошо. Я думаю, что Ароньян победит Сертож. Хорошо. Хорошо. Завен был в интервью. Варужан показал нам свою хорошую победу. И я думаю, что это хороший момент, чтобы вернуться к Армении-Хунгарии. Да. Также мы можем видеть... Или вы уже сказали, что Криворучко победил против Юрий Гонзалес. Да. Было почти понятно, что он победил. Да. Да. А, да. Это именно Армении-Аронь-Ардош. Окей. Теперь мы должны сделать... Г6-мидиатой. Г6-мидиатой. И, окей. И, окей. После Г6-мидиатой. Вернули К4-к7-уген. Армиран играл К7-к7-к8. Это было интересно. Это правда. Немного разума. Вернула К8-к Б4, потому что 5-4 будет сильнее. Но после К7, Н7, НГ2, Н5, Бc2, Бd7... Ирония не знала что-то лучше, чем приступать с Бc1. И в этом моменте кажется, что Блэкс позиция была хорошей. Потому что, окей, это трудно думать, что Бг5, Бк4, Бк1, Бк1... ...чтобы мы получили преимущество. Это было Б4, Ф4, Нк4. Ирония не знала что-то правильное правильное решение. Бк1, Бк2, Бк3. Потому что, если он играл... Мы смотрели более конкретно, как Б3, Нк5, Е5. Это было интересно. Но, в то же время, когда Блэкс позиция Ф5, мы не найдем ничего хорошего. Но тогда, когда Бк2, Бк2, Бк3, мы не знали это, поэтому мы не знали это. И после этого мы также думали Ф5, что это очень сильное компонентное положение. И продолжали Блэкс. Да. Когда Бк3 будет закончен, мы должны спросить Клеву, что он плане для Ф5? Нет, Эрдаш спаун, он будет на Ф6, So he definitely didn't play a 5 in this game, so... Okay, let's go back... ...to move 19, yes. No, but... ...we thought a 5 was very strong here. No. No, but instead Adrush wanted something more concrete. He played a b4. Okay, but I don't like this. No, I don't like it either. He plays b4. I mean, you're already quite strong on the queen side, right? To sacrifice this pawn. Just sacrificing, yeah? Yeah, I think so, yeah. Queen takes c4. B takes c3. You just give the pawn, yeah? No, no, it doesn't give the pawn. Ah, no, there was some fine tactics. He should be... Yes, after bc3, bb5. And also for knight c3, yeah, it's... Yes, also bb5. But then knight b5, then... Ah, but okay, then positionally maybe you... Hmm... Okay, maybe after knight c3... Just rook fb8, I think, is... It's also possible to get some... No, but it's interesting, yeah. Why not knight xf8? Ah, because he still wants to take with the pawn if he wants c3. Here, yes. Maybe rook fb8, some standard counter play. Like... Like in Volga Gambit, but maybe with some... Additional weaknesses for white, so... Just pawn... Uh... This... Should be not... Be in a6 or just in e7. But also the pawn is protecting the... Yeah. Important square b5, which is... Okay, Levon already... Yeah, by the way, Levon has already won. What do you think, Zavin, if we invite Levon to show us his thoughts about this game? Because I'm really curious if he saw f5 and what he planned after that. Yes, of course. If I could now... Yeah, maybe... Can you try to catch him now, eh? Yes, I will try. If you left the playing console, I will try. I will try. So... Um... Okay... Uh... Uh... Well... Zavin is... Uh... Uh... Looking for Levon, but... Okay... My point is basically... To... 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 Ask Levon what he planned here. Um... And... Uh... Well... Uh... Okay... I don't know if Levon will come or not. So we can continue from this position at the moment. So Levon played rook b1. So not allowing this kind of tactics like Bb5. Uh-huh... No. Now Bb5 doesn't work. Well, it just takes it. So... So... A takes b5. B takes... C takes b2. B takes b2. Um... So now Erdoshtuk on b2. Rook b2. Uh... Uh... Rook fb8. Uh... Rook fb1. Uh... Rook fb1. Levon played. Uh... Uh... Okay... If Levon comes... I think... I would... Uh... Ask him, you know, one more question. Uh... How about... Uh... Rook fb8 immediately? So White can't get the b5 file so easily. Um... Because... Now Bg7, Kg7 at least... Uh... Uh... Yeah... At least there is... Uh... No way of getting this file. Maybe White can... Uh... Take on b8. And take on a6. But in the game... He also had such an opportunity. Okay... Then Black King would be on... Uh... G7... G8. Not on g7. I don't know... How much difference it makes. Um... Okay... Probably some... Compensation for Black. But... It looks like it's maybe not enough. Okay... So in the game it was... Rook takes b2. Rook fb8. Rook fb1. Uh... Uh... Rook takes b2. Rook takes b2. Rook takes b2. Um... Um... Bishop g4. Okay... It's... Uh... In my opinion it's quite clear. Uh... Leavon has a clear strategic advantage already. So looks like the game didn't manage to find Leavon. So... Okay... Uh... I found him but... Okay... I just... Uh... We... We just want to... Go to have a rest. But okay... Uh... The questions which... It was interesting and... Now I can... I show the lines... Yes... Uh... Yes... So after f5... So... Yeah... Okay... The first he said that... Uh... Uh... Think... Okay... He was... Thinking to play b3. He said that... Yeah... I just... Tell him that... We just... Uh... Thinking about e5 and d5. He said... Okay... F5 is strong and... Uh... It's probably... Uh... Okay... It's... Uh... Okay... He mentioned that... Bishop g4 was the move... And... Uh... We just missed this idea... Yeah... Because bc... He just said... Bishop c3... Yeah... Okay... And e5... Just knight e5... He said... F6 and queen e5... Uh... So he said that... It's... It's just... Yeah... And then b4 comes... Yeah... Okay... So once again... Still one question... Bishop b4... Is it so clear? And then... Queen c3... Bishop d1... Yes... Okay... Well... Uh... White is not doing that terrible... Rook a d1... Bishop c3... Yeah... But okay... But it's definitely not what lemon wanted... Because they are maybe... White is only fighting for equality... Yeah... Okay... So... Now here... I asked him... Okay... What is... What you plan to play on e5... He said just... Rook b1... Because the game... Mm-hmm... Nothing... Just better... Mm-hmm... So... Uh... And he said... It's... It's complicated... But... It's not like... It's not that like... He likes the position... Mm-hmm... Mm-hmm... He just thought that he have... He have to play... But... He agreed that f5 was a good move... He said that f5... He must be played... Mm-hmm... Because... Uh... Okay... If... Change him on b2... Yeah... Rook fb8 immediately... At least not to allow... White... Get this file... Yeah... And then... My feeling is that... White should... Probably take this pawn... Uh... Take him... Take on a6... And it's probably not enough compensation... But at least some compensation... In the game... Leogon... Didn't want to play this position... Okay... With the king on g8... I don't know... How much difference it makes... But at the game... Leogon just prefers to... Take the file... Take the file... So... And with rook fb8... Black could at least avoid this line... So... Okay... So... This bishop g4... Knight c3... Just a very clear... Strategical advantage... Uh... So... Queen f6... Yes... Now the only black's idea... Is just to try some endgame... Because... In the middle game... He would just... Be strangled... At some moment... So... G3... Queen d4... Queen takes... And knight b1... Okay... Such a position... Is also quite narrow... In the sense that... It would be enough for black... Just to have some... The knight more active... And then... Nothing would be wrong... With his position... But... The knight is still on h7... Far away... From the game... So... He plays... Knight h6... Knight h6... And already... Rb6... Very important... He already... Attacked this pawn... So... Now... How about... Rc8... He did not play... Erdj did not play... Rc8... Because... I don't think... White can allow... The rook... To c1... So... Rc6... Should be played... Yeah... But exchanging... Is very bad for black... Because this pawn is strong... Yeah... Knight on f6... So... It's... Uh-huh... So... Then... So... Instead... Erdj played... Be2... Knight d2... Ah... Okay... And then he played... Rc8... So... And it's still... Rc6... Of course... Rb8... And then... E5... Okay... Judging by this... I would think... Maybe... Maybe it was... Better to play... Rc8... Rc6... Rb8... Here... When... White hasn't developed... So much... Maybe this... Rd6... Yeah... And then I want to play... Rb2... And if I will take on f6... Then back to... Ah... Then you have Rb2... Yeah... That's... And if... Bd3... Just... Mmm... Then I want to... Ah... No... Thanks... I don't have... Then the square... To create mating threats... Yeah... Yes... Bd3 looks strong... Okay... I can play... Bb3... Ah... Yes... Because Nd4... I have looked... D8... Important check... And Bd3... But the funny thing... Is that the game... Is not yet over... After that... Ah... Nc5... Yeah... Yeah... I play... Nc5... Yeah... Yeah... Difficult to judge... Because... On one hand... Bd4... Is not doing much... But... But this tempo... Could be important... Maybe if... White starts with... Bd3... To start with... Even worse... Okay... So... 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 The position was still very complicated... Ah... So... Bb2... Ah... Nd2... Ah... Yeah... So... Rx8... Rx6... Rb8... E5... Hmm... So... Not... Rx6... Rb2... Rb2... Rb5... E5... Hmm... I don't think I see the position so clear... Actually... For example... If... Black now... Took here... Rf6... Ah... No... D3... Bb3... Rb2... Да, и так, и так далее Нхд5 А, теперь все крепления Тхд6 Нб4 Рc7 Нхc2 И д7 Это не г4, но д7 будет биг4 Он просто сутся на это Да, просто сутся Я могу сказать, что в этом позиции я увидел Из компьютер И? Существует плюс 1, что-то Бх4, Рc4, д3, да, и К. Блэк didn't manage to create enough counterplay, и его полмон д3 будет гораздо сильнее на д6. Кс3, Рc3, Рc6. Блэк д6, но Кс3. Блэк д6, но Кс3. Блэк д6, но Кс3. Блэк д6, я хочу играть Рк2. Жд6. Рк4, Рк4. или может быть или может быть или может быть или может быть я просто стратегу д3 и может быть если вы играете на д7 а еще на д4 на д5 нет но Я просто кинь бфу сейчас. Сейчас? Ты не уверен о Нф4? Я просто кинь бф5. Да, да. Но... 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 Может быть, это не так. То есть, я буду делать какие-то идеи, чтобы дать Бишефу, а то Ньфу просто 1-2. Конечно, компьютер сказал 1, наверное, Бишефу будет лучше, но... Но этот РК д8... Это слишком пассивно. Я согласен, что здесь нужно попробовать какие-то chances, потому что, конечно, если вы потеряете... Вы просто играете А5. Да, да. Мы никогда не сможем играть в игре, играть так же. А5? Потому что сейчас я буду играть Д4, и вы не сможете эту идею с темпом. И я понял, что он будет играть. И я просто выберу его позицию. Да, конечно, если вы играете, то вы просто... Да, Нc4. Ф6. И я просто... Кд2. Кд2. Кф7, уже есть еще паунь, Кд6, Рc5, остается только технику, Бе4, Кд3, да, он видел, что рука нгм тоже 1, это не единственное, но я думаю, что я выбираю А5. Но это нечего, но это нечего. Уже бежать, но то есть теперь, что рука, да, это нечего, но это то, что это у меня, но у меня рэкси Паунь, я не знаю, он играть, но, мы сейчас рука Б5, К5, Б4, К8, Рc5, Рb8, А5, Рb1, А6, Ра1, К5, К5, Рc5, 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 Рc1, Рb8, Рb8, Рc5, Рc4, Рc5, Рc1, Рc6, Рc3, Rc1,ырнкомпывásся. Это было довольно хорошим игроком, но мы не потеряли немного эсситемы в начале, когда Эрдош получил возможность, как Ф5, на МОВ-19. В то время мы также анализировали игроком, когда Димир Кокан против Ричард Рапот. We had it somewhere here, I think, and we left this after Бх4, so this was the position after МОВ-14, and Акопиан был still thinking. And Владимир chose here Кф3, and we thought his advantage after Бд6, pawn takes, g4, would be quite clear, at least this is what we thought. So, it's a very interesting question now, who saw more things, we or Владимир и Ричард Рапот? Because we came to this position several times, like maybe even changing evaluations, but then still decided that white is clearly better, because it was very important after Rh6, we saw g5. Okay, just let's see if maybe we are missing something, Rg6, Qh5, no, but I don't think we are missing anything, because Qh8 mate is already a threat, so it's just mate, basically. Okay, Rg6, Gh6, so, okay. Instead of this, Dimir Akopiан played Qh3. Okay, I can say something that when I get old, I heard that we are not using NG, so we don't know exactly what computers are thinking, but I heard that people say G4 was bringing a big advantage for Vladimir. So, without even taking G6? I'm not sure after taking or immediately, but just, I heard from people that G4 was a move, which will, maybe after taking or immediately, I'm not sure. No, we also thought about G4 here, and also thought about Rh6. Also, we said it the same, yeah. But now G5 doesn't look so convincing, because now this idea, at least Black can take, and okay, it's a different game, I mean, it's not made yet. I can, of course, it can be also much better for white. Ah, no, but then G5. G6, but you have to play. Yeah, maybe still, you know, maybe, maybe this is, because also, yeah, Rook is hanging Kg8, Rh4, yeah, it's possible that this was also possible, this was also strong, yeah. But, but I don't see any improvement over this early G4, because later we'll have to take on G6 anyway, so, yeah, so Qf3 is what Vladimir played, and so after exchanging, Rook f4, Pawn takes, ah, yes, I think I mentioned this line, you remember? Yes, yes, of course. Yes, Rook f7, Kg8, and then Black is okay, so, so I mentioned that this is not bad for Black. So what happens now? Ah, and he has to take with the Queen. We also didn't say that with the Queen, but we thought that Black had some counterplay here after Qh5, yeah? Yeah, but... Because Qh5, then Rook h6 is coming. Yeah, but, yes, and this is what happened, yeah. So, Knight d2, yes, that's exactly what happened, so, okay, Qd5 may be a little slow, but also Rook h6 isn't possible, okay, Rook h6 is what Rapport played. Oh, Kh1 is already... So it looks like White is now fighting for equality, because, no, Black is almost a perfect position now. No, okay, maybe White... I want to say White hasn't done anything wrong, but in fact White did something wrong, because he had advantage, so... Not in the sense that he's worse now, but in the sense that he had advantage, so... Okay, Rook h3, interesting move, but... Okay. Probably some... Yeah, yeah, so... But probably Rook h3 is connected to some tactics with Qh2, maybe Qf5, I don't know. Yeah, and then Rook e4, Qf6, threading Bf5, so must be something concrete here, because otherwise Rook h3 looks a little strange. So Qf2, c5, so Rg1, Qe5, Rh4, and... Of course, such moves like Qe3, Rook h3 always sees, because, okay, but fortunately nothing that bad for a coup in here. Exchanging... Exchanging Rooks... And now what... Nc4... I thought for a while Ne4, but I don't know. Is it possible? You cannot play f5, because I play Ng5 and win your bishop. You can play Rook e8. Also I can play e2 or Rook e1, yeah? Yeah, well... Ah, but I don't really win the pawn, that's the problem. Why? Well, because... But then Ng3? No, but... Black... Ah, now Ng3, then the king is coming. Yes, and Rook e8, King g1, yeah? So maybe slowly, but I will... Mm-hmm. Maybe I could improve my position. Yeah, Nc4, interesting. Okay, maybe play some other resources, like Rook c8. But it's important that f5 is not working. Yeah. Yeah. No, c4, but maybe something like this, you know? And if Rook e1? Okay, but then... No, but then... You want to take Rook c8? Ah, c8 also. Yeah, c8 and then Rook is coming. Yeah, c4 is interesting, because now after taking there is Rook g8, so... Or e2, Rook g1... Ah, okay. Rook d8, you mean. And Kg1, yeah, so it's... Rook d1, Rook d8, Rook g1, yeah? But okay, I take it, yeah. That's... Maybe... Maybe nothing is wrong with White's position yet. Okay, Rook d8, I have to play. Hmm, Rook g1. Maybe, you know, maybe I can play here... After g takes c4, Rook c8. And if g3... Ah, b3, I can play b5. So just... Okay, Rook g1. But okay, just like... 10b4. Or also, it's possible... Knight d6, knight c4, I don't think so. Because it's just... Knight d6 here, yeah? Rook d8 probably. Rook d8. Once you bring out this knight, I want to also play f5 sometimes, but... No, but I can't... Rook I cannot sacrifice, no? No. No, I cannot, of course. Knight c4? No. Knight c4? I can't do it. Uh-huh. Yeah, now it is also better. So knight c4 was still a chance for a copy on this game. It's quite surprising, because... I thought the black was comfortable. I think queen e3 was a bad move. Maybe, yeah. You are right. Here... But another... Ah, okay. Okay. Let's see how the game finished. So... Dimmer played knight c4 instead of knight e4. It was rook e8, rook e1, e2, king g1, rook e6. I'm just wondering, maybe... Okay, sorry for just getting back to this. Yes, of course. But if here I play rook e8 and also... With the same language? Yeah, that's what I want to do, because if knight c5 I always have rook c8, so you cannot take this one. Okay, rook e1. Yeah, I want to do something like rook e6 now. Ah, and I do rook e6 knight g5. Knight g5, yes. You can play rook e5, but... Okay, rook e5, king g1. Also f4 and rook e3 is possible. Yeah, and rook e3, f5, f4 is possible. Yeah, yeah. No, but no questions how... No, but maybe I have something really very strange, like this. Because I just want to play to put the pawn on f4. Yes, but knight d6 now is coming. Ah, knight d6, okay. Maybe bishop d7. But then I take this pawn... Ah, and then bishop c6. Oof, but that's quite complicated. But okay, I will come king g2 just, or... But then you will have rook e5, then f5. Okay. No, but I think white can just continue this kind of... Ah, no, knight e4, f5. Knight g5. F4, okay. This is maybe... I mean, this... Once I put the pawn on f4, I think I'm just strategically good also for rook in games. Because this e3 pawn is quite strong. Because before I put knight d4, then I realized that bishop f3, king g1 and g5 is very strong. Where is this? Where is this? Where is this? Where is this? Where is this, when I took v5? Like that. I think it was like that. Well, I mean, v5. I will try to test first. So, after king g2, f5. Okay. So, g5? Yeah, g5, f4. Yeah, let's see. So, okay. So, once again, knight e4 was a good chance, but knight e4 was the game. Rook e1, e2, king g1, rook e6, king f2, bishop f1. Okay, I can say that Vladimir chose quite a safe continuation because... He knighted f3, e3. Because he is almost winning this pawn, but... Rook h6. 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 And, okay, so... Rook h6. And now they just repeat. Rook h6. Rook h6. Nubal, of course. If he goes to h1, then king rook e6. And y cannot take the pawn. Because rook comes to e2, and only black can win. Rook h6. Yeah. Okay, so... So, here they just agreed draw. Yeah. Well, knight g4 makes no sense because then white will never take this bishop. So, once again. Knight e4, e2. Rook e1. I'm trying to do something similar in the game. But I cannot because then... King g1. King g1, yeah. White saved this important tempo on king f2. So, I didn't have to play king f2. And then... This tempo is really... Yeah. Also, my knight is on g3, not on e3. Yeah. Or I can take box on e2 at some moments. Yeah. Of course. But unfortunately... The match didn't finish well for Armenia because Chabo Ballock beat Hrant and Milkumyan. So, maybe it's a good idea to put Hrant now in white games. Because he lost the last two games as black, but one two last games as white. So... So... But... Well, it's a pity because the match looked... At some of the very promising Milkumyan seemed to have a good position. And... In the opening, we tried to get to his... Okay. For example, on move 19, I thought that the black's position was quite good. Ah, but here Ballock started making some interesting moves which I didn't really see during... Because he played Kh2. Okay, of course... Probably not ending. Yeah. I didn't realize he had this move, but still... Ah, because Nb2, there's Qb3. But that's the problem. Yeah. That's the problem. And white gets the pawn on b5. Okay. So Kh2, Bb4. And somehow this bishop's exchange played a very negative role in the game. Very negative role because later white created a lot of attack. So my question is could black do something else? Maybe c5. Probably Grant didn't like that after c3, b3, he has to sacrifice the pawn, but... But he can take and play c4. Or not? I'm sorry. Not c4. I mean, Rc3 he can play c4. Ah, yes. C4... Yeah. Threading Bb4, yeah. Because dc, I think Bb4, Rd3 and he has some Qc7. Okay. Then Rf1, but you take this pawn. Take and Be6. Mm-hmm. I think I will have some... No, but my feeling is that black has compensation here because this bishop is still very bad. Okay. On the other hand, we never know where exactly mistake is because... Yeah. Because he plays Bb4 and it's also very natural. If white bishop on b1 is bad, then why not to change the other one? Yeah. Rc2. Yeah. C5, a3, bishop d2, rook d2. So maybe this bishop is not so bad, yeah? Bishop h2 is... Bb2 is coming. Yeah, so... So then Qh4... Should we leave white... Play this Qh4? Black played this Qh4. Because it looks like he lost some tempo, important tempo. Maybe he thought... I think he needs some attacks, yeah. Okay. Yeah. Something went wrong in this game, that's for sure. I'm already thinking, knowing the outcome of the game, I'm already thinking about getting with the knight back to b6. Which also has its logic, because the idea of Na4 was to get c5 or Black god c5, so... Yeah, but somehow Qh4, white... Consolidated. After Rh6, he just ignored those threads. Took c1, bishop g4. Yeah, this c5 became a big weakness, so queen is out of play. So Qf1, bishop d7, bishop d7, bishop d6, knight b6. Now, bishop d5, d1, I think. Yeah. Okay. Of course, it's very difficult to analyze the game influenced by the result, because it would be much better if we analyzed it during the game, so we didn't know what would happen, and then it would be easier to see the mistake. But now, okay. We went for this bad result. So, any move seems to be a mistake, but of course, we do not yet know where exactly the mistake was. So, c4, bishop e2, that's ingenious, because with bishop on e2 white is really attacking this pawn. Okay. So, could black maybe play quite a chance, like, I don't know, even forget about the attack, just rook c6, if rook c2, rook c8. But d5, maybe not. Oh, but d5, my d5, yeah. Probably rook c6. Yeah. Because why should black be worse? I mean, his pawns are still quite nice, even here. So, c4, so, bishop e2. Okay, now trying to do something concrete again. Rg6, queen f2, rook h6. So, of course, the draw is already okay. And f5, nah. And everything is now wrong with black's position. bishop d7, knight cannot come to e5. And... 4x4 is in. Yeah. Queen g5, rook d1, c3, bishop d3, rook d6. Yeah, just big advantage for white now. Queen e3. And... Queen f1. Yeah, just like, black lost coordination completely. I think, rook c6 was maybe the last moment again to keep this coordination of the pieces. So, queen f1, rook d8, rook e1, queen h6, e5, rook d5, rook c2. Yeah, just... Yeah, just... Meanwhile, white's pieces coordination is impressive. So, bishop e6, e8. So, everything forward, e6, queen f6. Queen gets active. Yeah. Queen wants to go to c7, so knight c4. Yeah, just like white is playing with all his pieces. Yeah, knight h5, queen e7, f6, queen d6, queen takes d6. No, he didn't take d6 and you see the game. White's play e7. Ah, e7. Okay, this is... Sorry. Rook b8. So, now we don't even have the score of the game, yeah? But... No, no, we... I remember, okay, it was maybe not so much interesting because white's take on d6. Mm-hmm. I think rook takes d6 because knight d6 just knight g7. Yeah. And probably some bishop c4, b takes c4, rook takes c4, no, no, he didn't take because... g6 maybe, yeah? No, even not g6. It was some move and knight takes g7, rook f6. Mm-hmm. I think just a couple of moves. Mm-hmm. Oh, okay. So... No, so that's... That's a pity for Armenia because after Erdos... In the beginning, the situation didn't seem so good because Aranyan didn't seem to have advantage, but then Erdos gave Aranyan initiative. Vladimir Okrupian seemed much better and Grand Milkumian's position seemed completely okay. So, in these circumstances to finish 2-2 is, of course, painful. But... Meanwhile, we reached in some... We thought white was winning, but then... It's... Ah, no, no, let's see. What is this? Of... King H6. Yeah. Things are not easy. No. First day he's playing... Maybe I don't know. He's playing really, very good. Yeah. Also... Also, the E in this game, at the end he just spent all his time, so... Okay, so Krivoruchko won and Eliano was trying to win his game, but even if he doesn't win, Ukraine still wins, so... But I think Eliano was winning just completely in some... Yeah. He was just two points up. No, the problem is that... I already said that China and Ukraine will be leading, because I was completely sure that VE would beat Rodstein, so what happened wrong in that game? Yeah. This is the position we saw. No, we also saw B-Shot-Me-3, and... So what did we analyze that game? We... Maybe we closed it, and... Yeah, we closed. We closed that game, thinking that... Because it was... It seemed so good to us that... Yeah, we just... Ah, no, no, but we... No, no, we closed this game somewhere. Yes, yes, yes. With Gelfand. Ah, yes, yes, yes. With Gelfand. So... Be3. Rook e8. Knight e4. Okay, we missed this knight e1 trick. We missed this, we missed. Rook d1. And a6. Somehow the pieces are still... White's pieces like coordination. Okay, a4. Knight d3. Rook d3. Rook e4. But at the moment it seems that... White is more advanced. Yeah. So it's still surprising. B5. A b5. A b5. A b5. A b5. H5. Yeah, because... It's White's move. He's only on 5th rank and Black is only... Okay, for him it's 4th rank. So... But maybe the difference is that... Bishops are... Black bishop is better placed on h4. It goes to g3 and then h4... So just to put the... Get it on the hands. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. So now I'm thinking about this Rook d4 here. Because if Rook takes e3, Rook takes h4... In my opinion it's winning for White. The points are more advanced. Must be changed. So then Black take has to change. Should g3. So... The problem for White is that after Bishop... h7, h4, b6. And also h3, b7, h2. No, no, no. So... Rook d4, White cannot do. Okay, what happened in the game? So he played Bishop d4 here. He wants to just avoid Black putting his bishop on g3 at whatever cost. Because, yeah, of course if Black goes g3 and then h4... Yeah, but now after... Bg5, b6, Bf4, so he played Rook f3. Hmm. 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 So in this position it was Rook f3. Hmm. Looks logical. G5. So White can... Yeah. King c2. H4. Hmm. King d3. Rook h7. C4. Rook h7. Yeah. Yeah. So... And now... Yeah. He took... He took on a full on next move. Yeah. Looks like White never missed any serious chance in this game. So it's... Mm-hmm. So fantastic defense by Abtstein the whole game. Just... So c4, h3. C5, h3. Yeah. Just... No, but how about... C6 now. What is... Or I am missing something. H2 should be played. Rook a... If Queen... I take... I take... I take... C7. Oh. Because... Okay. Just... I want to say that here... VE sacrificed the exchange. And... They got into... Probably Drone position. So... Okay. At least from what I could see on the later stage. So... So that's why I'm really... Yeah. I'm really asking this. And it's also move 49. So they probably had some time. Yeah. Okay. Maybe they spent all the time... Ah. Okay. H2. Rook F1. And very important check from H2. But... But what is... But okay. I play King C4 anyway. Ah. You have this... Yes. I still have this... C7. It's... No. But okay. I think... Okay. I click also. No. But maybe... No. This is King of seven. I play C7 also. No. But it's... What? Or maybe Black now... Goes with Bishop somewhere. Here. For example. D6. So I cannot move his Rook any longer. Also... At some moment... Okay. G4 is coming. Yeah. Yeah. Okay. Of course. C7 is just a draw. Yeah. Black wants to play G4. Oh. King C4. King D5 should be very slow. It shouldn't really work. Also Bishop can be on B8 if he wants. Yeah. Maybe this Bishop E8. And... So now White has nothing better than... Playing C7. But then... It's not even clear whether he will get Bishop and Rook against Rook. Which is of course also draw. Yeah. Yeah. By the way... Bishop D6 is probably bad because now I have Bishop C5. I don't know. But still we should... Maybe he can play... At least Bishop B8. Mm-hmm. Yeah. And also after... And also in this position maybe just G4 is possible. Yeah. You will never take on F4. Of course. Yeah. 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 G4 is simply... Yeah. Now maybe... You have to play C7. C7 was a draw. Of course. No. I mean this Rook and Bishop against Rook. No. We will not get Rook and Bishop against Rook. No. We will get actually Bishop E5. Rook H7. Rook H1. G3. Bishop G3. Rook H3. Okay. So yeah. Fantastic defense by H10. That's all I can say. Because instead... Yeah. Because we took on F4 first. All right. No. Yeah. And GF. C6. H2. C7. H1. So Queen. Well still it looks quite dangerous for Black but... Ah no. Sorry. No. Because C7 I think Rook C7 could be played. or not. Yeah. No. But the thing is that... No. Yeah. Yeah. So sorry. You played B7 of course. B7. Yeah. Rook H3 check. King. C4. H1 Queen. Yes. Really very complicated. Yeah. B8. I don't know if he can engage someone. Normally... King should go to the center. But okay. Okay. This model is the same thing. QueenH8. QueenF6. KingH5. QueenH5. QueenH5. KingH6. Yeah. So... We will just take on F4. Yeah. No. Yeah. He just... He repeated once. And QueenF4. KingH5 again. No. Sorry. KingH6 he played. Okay. It's the same. QueenF6. KingH5. And C7 I played. QueenH6. Yeah. QueenF5. Now. KingH6. He played. KingH6. He played. KingH6. Yeah. QueenF5. He played. Here he played. QueenG4. Yeah. I cannot understand anything in this game. Why not. KingH5. But okay. Probably doesn't really matter. Yeah. QueenE6. KingH5. And C7. Yes. Ah. Finally he got once again this position. KingF5. QueenF6. And C7 here. So. Now. Ruchstein is thinking. Does he have any move except Qc1 check? I don't see any other move now. But Qc1. Bc3. So what? LookH4. No. It looks like the position is dangerous. But maybe not enough. KingB5. QueenB1. Check. And Bb2. Then Qd3 check. Maybe I'll make you at the end. Ha. So. Now the logical thing would be probably to try to hide on that rank. Like. Like. Qg1. KingC5. Ah but. Or Qe3 maybe. And King. Ah no. But Kd6 I cannot do because of Qb6. So. No. But then it's still. So. QueenC1. Ah. Yeah. QueenC1 has been played. Right. So. This game will finish it raw. And. This is the last game. Yeah. For today games. So the match will also finish it raw then. So I made the wrong prediction before. I thought. China would. Yeah. Would share it with Ukraine. So now Ukraine is. Just a sole leader. And. Okay. Um. So that means that. Ukraine is followed by China. Then by Israel. And then. By Cuba. And maybe not only Cuba. Yeah. Now we can see that. So Ukraine. Get 10. What did India do today? India. I think they. They lost to Russia. Ah. Yes. India lost to Russia. So. It means that Cuba is still on fourth place. But of course. Their position is not as good as it was. Uh. Yeah. As it was before. Uh. So Cuba today. Cuba still has seven points. And. Russia now has. Six. Six. Yeah. So. Now Russia maybe could fight for a third place. Well for third place. There are still many contenders. Because there are still three rounds. Yeah. What I thought that. I thought that if. Uh. China wins against. First two places would be more or less clear. But now of course. I cannot even say that. So. Yeah. Okay. So that's. Yeah. That has been really very exciting round. With. A lot of. I would say. Brilliant and very interesting games. Um. Also some mistakes. That. That shows that the tension is also growing. That. Maybe in last rounds. We will see. Uh. More excitement. But also. But I am not sure. Whether the games will be. So fine. Um. That's also quite normal. Um. What. What do you think Zawin? What was the best game today? Because. There are so many interesting games. But which one was the best? I think. For me. The game. Which is still. Ah yes. Yes. This is the game that finishes last. Because. Yeah. Because from the opening. They played really. I don't know. Of course. We didn't check with the computer. But. We had some. Yeah. It looked like. Feelings that. They played really very good. Yeah. And. Okay. We thought that. This opening is dangerous for a while. But. Rothstein didn't find anything. To prove it. And then. When he wins the second pawn. And it seems that he can. Consolidate his position. He will be nearly winning. Then. He gets this end game. And we think that. The end game is nearly winning. And Rothstein finds some fantastic resources. In every move maybe. Yeah. Yeah. So. So. Maybe it's the best game of this. World Team Championship. All together. But I think maybe. Rothstein had the. Okay. Maybe it can be one of the best. But Rothstein had. Wins. Several. Very. Strong games. So. But often. The best games are the drone games. Because. Yes. Both players played very well. So. Because. Today. Today. Okay. It was. Uh. I want to mention. That. Maybe. First. Ten. Or. Maybe more. Result. Was. Draws. But. Then. Later on. Start. Start. Games. Ending. With. Some. Scores. You know. Some. Someone. Wins. By the way. Is. This. We. Here. We. We. Play. King. D5. Not. King. C5. And. Queen. D1. And. Queen. G1. And. Queen. G1. The idea. To play. Bishop. D4. Queen. C1. Well. Without. Table. Bases. It's. Queen. C1. Is. The move. Well. No. Takes. D4. So. Then. I think. Maybe. King. D6. Queen. A3. Ah. No. But. Bishop. C5. Queen. E6. No. No. But. Then. No. 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 Okay. Queen. Okay. Let's. Let's. Queen. G1. Yes. He plays. King. B5. Now. Bishop. D4. Probably. Drawn. And. Now. Queen. B1. Is. Only. Check. And. King. A5. No. But. Then. Queen. And. If. King. Ah. Okay. No. I thought. It should be draw. Well. I thought. Now. King. A6. Still. It's quite interesting. Because. After. Rook. A4. I still have. Bishop. A5. Okay. They repeat the position. Okay. Yes. King. C5. Queen. G1. Yes. They go. Again. To this position. Of. C5. Okay. This. Bishop. G4. Maybe. He will try. Now. Bishop. D4. But. It's also draw. I think. It looks like. No. It's not. But. King. D5. Where are you going after this? Ah. No. Queen. D1. It already happened. We had. Yeah. Yeah. They had it already. I don't know about us. But. They had it already. So. I don't know. Yeah. It's a draw. It's a draw. Okay. I can make a prediction. That he will still try this. Bishop. D4. So. He can try. Because. I mean. He is not losing anything. So. He don't have a risk. Yeah. So. The queen. C1. He can even go. Yeah. Yeah. No. But. I want to. Check one more thing. Bishop. D4. Queen. C1. King. B6. Okay. That's. Queen. B1. The only check. I think. From here. Bishop. B2. Queen. Rook. 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 B4. I have King. C5. Rook. B2. Yes. 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 I cannot do this. This was too much. Okay. It's. Yeah. And if I play now. King. A7. Okay. Bishop. D4 has played. Yes. It has been played. But. So. So. I am. Okay. Queen. A2. Check. King. B8. So. You think. Maybe. It can be. Well. I don't know. What to think. I mean. Okay. He played. Queen. C1. Check. Okay. Like. We thought. Yeah. Yes. He plays. Exactly. So. Now. It's the moment. Will he play. King. B6. Or not. This is the position. On the board. But I think. He will play. Because otherwise. Yeah. King. D6. Queen. A3. seems to be an easy draw. Black. King. B6. Seems more tricky. Yes. He played. King. B6. Yes. Okay. So. I have to be proud. That I found it. Yes. A little. Than. So. I don't know. Then. Okay. So. Queen. B1. Looks like. The only move. Because otherwise. White. Will. Get some. The queen. Somehow. So. King. B1. Queen. A7. King. A7. B1. Of course. Then. There can be a lot of questions. About possible table bases. Because in here. I think. Rxd4. Is possible. I have to be ashamed. That. I know absolutely nothing. About table bases. And games. So. Really. Nothing. So. We can. Ah. Queen. B1. Yes. Hmm. So. This is the position on the board now. King. A7. Seems to be the only move. I think. Okay. Maybe. After. A7. A2. We say. King. B8. Maybe. Black. Can try. Queen. B3. Check. B6. Rb4. And. King. B7. Queen. D5. Queen. C6. Ah. Yes. This is already. Okay. Yeah. Then. The only chance. For some table bases. End game is. But. Also. King. Is very bad on h5. There are some positions. Like. There can be some checks. Like. Even. For example. Okay. King. A7. Yeah. King. A7. Has been played. And. There. Oh. And. It. Shows. 33 seconds. Really. They. Thought. Until. The last. Second. Almost. Until. The last. Second. Before. My. Queen. A7. Queen. A7. Check. Queen. A7. A6. Excitement. By the way. Maybe. Black. No. Black. Didn't. Do anything. Wrong. Because. This position. Queen. A6. Oh. The. Simple. Simple chess. Yeah. Queen. A6. But. Queen. F7. I think. Queen. Of course. No. I'm sure. That. You know. He has a table. Based on his hat. This. I'm absolutely. Sure. About. Young. Queen. I have. B4. And. F3. Yeah. I think. I must give some check first. In order to misplace your rook. So. King. G4. I still have. King. B8. You have to play. Okay. Okay. Jade. I don't have. Yes. And here I can also give this check. And the next looking B8. Yeah. So. It's winning still. Yeah. So. So. I think. He played. Queen. If so. He decided not to check. With his knowledge. Queen. Against rook. Yeah. Okay. Now. Now. Okay. Queen B5. Yes. So. Okay. So. So. With so many predictions. Now. Yeah. The predictions nearly final. Yes. Okay. So. China and Ukraine leading. Cuba and Israel. Three points behind. And Russia. Four points behind. Okay. So. The fight for the. Third place. Is very. Is open wide now. I mean. Nobody can. Even guess. It. It's. Armenia. Hungary. India. Theoretically. Still have chances. For the third place. Because. Three rounds to go. So. These five teams. Yeah. Basically. Yes. Okay. USA. Problem. Okay. Let's suppose. That USA. Are not. Real contenders. For the third place. But. Because. Okay. Just because. They have less points. Than other teams. I would say. This way. But. At the moment. Yeah. Six teams. Could still be third. So. And. Armenia is one of those teams. Which is very important. Of course. Although. Yeah. Such a chance today. For. Armenia. Hungary. Because. If they won. The. Chances will be. Much better. Okay. King. G6. Although. Why. Why. Did I close. Issue. Here. Because. After. Queen. B8. It will be like. On table basis. But. With. Queen. B6. Yes. It's been played. But. Now. Let's say. H7. Then. King. B8. And. Qf4. That's what I thought. Then. Qb1. Check. Kh6. And. Be3. Probably. Qe3. And. Queen. And. Then. Rook is not active enough. Probably. So. I'm not sure. Okay. Let's. Try to see it. Kh7. On the move. Qb1. Check. Now. Also. Possible. But. I'm not sure. It's strong. Kb8. Okay. Kb8. Ah. Kf5. Kf5. He plays. But. I think it's. No. But. Kf5. Is actually not. It's bad. Because. Now. Kb8. And. It's over. Because. Rd8. And. C8. Okay. Last moment. So. Let's. Let's. Analyze. Kh7. He could play. Okay. Can play. Qb7. After. Kh7. This is quite. An easy win. Yeah. Because. Now. Okay. Rxd4. C8. Win and. Win against. Yes. 1-0. Okay. So. Really exciting round. Until the last moment. We didn't know the outcome of the match. China against Israel. Incredible fight. So. This is a. This is a. This is what we love chess for. Okay. Dear chess friends. You. Tomorrow. Like usual. Alexey Shirov and Zawin. Yes. I will help you. To. Understand. The games. Yeah. Okay. All of us.